Я еще хочу поиграть. Да. Полгода хотя бы год. Сколько ты хочешь? Подурить народ, брат. Можно тут фотку Григоряна наклеить? Почему ты Григоряна наклеил? Сейчас расскажем. Это мой тренер. А, да ладно. Два раза. Да ну целых два раза. Что делал? Два раза это сделал? Он вернулся ко мне второй раз. Подожди. Ты вот это знаешь, что такое? Нет. Не, ну как, я догадываюсь. Как пользовался хуйня? Можешь показать, как открываться? Сколько у тебя детей? 27. 27 детей. Получи его пользоваться этим. Да, что такое? Друзья, скиньте в личку инструкцию ему. У меня жена не знает, что такое. Ты не рассказывал еще? Не дай бог она узнает, что ты ее на**бал в это время. Эти динамwerk Lehman. Идем. Идем. Супер. Идем. Нормальный эфир сегодня добрый, семейный, классный. Посмотрите, какие у нас здоровские гости, отличные, супер. Хотелось бы начать с какого-нибудь простого вопроса. Зачем ты слил Карреру? Да. Самый простой вопрос, я его не сливал. Он сам себя слил, по-моему. Заигрался и все. Заигрался? Заигрываться получается. Нет, никто не сливал. Это все так пыль в глаза. Санта-Барбара, как Заре Масельхова сказала, что против Глушакова велась большая там игра, Санта-Барбара, да. Я в ней не участвовал, где-то я читал. Это уже до всех понятно. Ром, Ром, а принеси, пожалуйста, у меня там шкатулка лежит на столе. Принеси, пожалуйста, да, ага. С чего начнем? По детству, может быть? Давай по детству. Давайте по карьере вообще. У нас сегодня два гостя, они расскажут о том... Что, это настолько смешное лицо? По детству я беременный малыш сидел. Ты тоже видела? Бля, ну это нормально, викидет. Друзья, вот теперь можем начинать. Ты в нем лежал, когда историю выкладываешь? Да. Ой, ты сидишь. Не, ну это хуй какая-то. Не черный юмор, давайте Ваньку вам положим, который говорил, я помню. Не, я туда, я туда презерватил. Не, туда его не надо, давайте прикроем. Давай презерватил. Презерватил положи. Рад приветствовать вас в нашем потрясающем подкасте. Денис, Ксюша, мы долго вас звали, какого хера так долго не шли? Да. Мне пришлось вылавливать, мне пришлось в Калининград лететь, просто лично разговаривать с человеком, чтобы уговорить. Который тебе сказал, ты кто? Не задавая вопрос. Не, не, это до было. Там она уже, кто-то ей сказал, кто я. Никто. Денис, там проблемы были. Если честно, нет, дом, сад, елки, высаживание вот этих всех домашних каких-то проблем. Да, да, да. А что, все проблемы на тебе, получается? Камы грузил, сажал, высаживал, помогал, следил за домом. У нас сейчас ремонт заканчивается, и такая финишная прямая, как бы надо везде всегда присутствовать и хотя бы что-то где-то участвовать, смотреть, потому что иногда... Реально не шутят? Реально занимается, такой хозяйственный чувак. Ты меня в галошек не видел? В галошек его не видел. А фотка есть? Нет, ну я зачем это. Достаточно других фоток твоих, да. Завтра сфоткаемся. Дим, может, у тебя какие-то вопросы есть? Камы гдэну? Да? Добрый день. Есть один вопрос. Ты помнишь, как мы с тобой играли на турнире, вообще прям маленький-маленький, в каком-то зале, да? Ты за ней... Какая команда была? Ника? Я и за Нику, и за Спартак тебя помню. Я в ЦСКА играл в ТССКА. Вот это ЦСКА или Ника была? Нет, это ЦСКА была. Помнишь, ССКА... Выстримы были, по-моему. У меня еще форма есть, форма есть. Типа в зале какой-то мини-футбольный пример. Мы все на автобусе ехали, я помню, короче, вместе, по-моему, ЦСКА и Спартак ехали. У вас вратарь, как Солосин? Солосин. Солосин? Да. Я почему-то вот Солосин вспоминал эту историю, с каких лет мы, как бы, знакомые, вообще прям очень маленькие были. А можно вернемся к нашим дням? Просто интересно, сколько у тебя дом стоит? Да нет, он не считает. Не, просто то, сколько стоит Димин дом, мы знаем, потому что он его на Авито выстрелил. А я же его не считаю. Не на Авито, а на Вальбересе. На Вальбересе. На Азоне. А я видел, там, какая-то женщина в очереди стояла и такая, где дом Тарасова? Мне он не пришел еще? Ну, как, примерно хотя бы, какой-то порядок. А я не знаю, сколько, не-не, я не знаю, сколько будет. Мне интересно, я хочу стать богачом когда-нибудь. Тоже купить себе дом. А не, а что тут такого? Я не знаю, Смит, ну, больше уже 100 миллионов точно построят. Ну, не шею ли, чем у Тарасова? 150 может быть где-то. Я вообще тоже в Костромунке. У Димы 250 миллионов стоит, прикинь? Ни пиздец. В смысле, может, все видели на Сане? Ты продал его или нет? За 180. Не продал? Хотя бы приходили смотреть в тебя его? Да, а ты приходил. Ты же говорил, что сделала. Попей, попей уже. Должна была суть. Ну да, была и... Не сошлись. Не сошлось. Рука не допрос. Попей. А сколько у тебя квадратов? Тысяча. Тысяча. Откуда я это? Ты в каких-то комнатах, ну, бываешь? Нет, конечно. Ну, типа, цокольный этаж, вообще не захожу. Я не знаю, что там. Зачем ты такой огромный? Там тренажерный зал, наверное. А сегодня подкаст со мной, получается? Нет, реклама. Мы разбавляем, разбавляем. Четверо-ведущих просто. Хотим продать твой дом. Так, хорошо. Ир, вопрос быстрее. Зачем такой огромный дом? Я в доле могу быть. Будешь риэлтором? Риэлтором буду. Пять, риэлтором. Ну, шоков риэлтор. Вы слышали эти истории про этого? Как его зовут? Из Германии приехал, там еще обманул Киржакова. Как его зовут? Иван Саенко. Вот эти истории так начинаются всегда, когда сидят. Ой, давай я тоже буду, давай я тоже буду. А потом сидят обманутые дольщики такие. Я не знаю, я сто миллионов подал. Да, нет, мы этого не знаем, мы не набьем. Точно? Ну, тебя. Он из локомотива так же, блядь, уходил. Тоже такой, локомотив, в моем сердце. Не, мы с ним как футбол чуть не начали. Я уже устал его обманывать, а ты продолжаешь. Я ко старому возьмешь, блядь. Да, давай. А Ростов брал, всех брал. Не, не, не. Ладно, разговаривать-то будем, нет? Или так и будем рваться? Ну, про детство пытались, но перешли на мой дом. Давайте как-то попробуем на детство обратно перепрыгнуть. Давай попробуем еще. А в детстве вы же пересекались вместе. Давайте Ксюшу послушаем, как она в детстве играла. Кстати, а вы пересекались? Подожди, а вы пересекались с детства? Да, мне кажется, мы... Братарь Солосин на этом же турнире похож. Не, не, тогда мы точно с такими футболистами великими не пересекались. В сборке, скорее всего. Да, в юниорке какой-то, конечно, не про Диму. Молодец. Че, я прослушал. Конечно, спасибо. Ну, повтори, конечно. Да, вы пересекались, где вы пересекались? В Борной, наверное, изначально. В юниорке. В юниорке, да. Лет по 15 нам было. И, кстати... Я что-то сегодня вспоминала. Она тогда играла, кстати. Спасибо. Хоть кто-то помнит, как ее в сборной играл. Откуда не ждали пришел удар, да? Она хорошо играет, реально? Можешь сказать? Не помню. Никто не видел. Блин, все, хотел бы меня поддержать. Ладно, все, я шучу. На самом деле, хорошо. Даже забивала. И в свои тоже. Какая у нее позиция? В свои я любила просто. Да. У нее? Да. Центральный заседник. А как она забивала вообще тогда? Свои. А, в свои? Я так и был. Свои за два вот считать? Ну, ладно, один. Да. Но это другой, как я потом узнала. Что ты сказал? В свои забивала. Я говорю, Юрия Ковтана исполнила. Она говорит, у меня третий раз исполнила. Три раз исполнила, причем. Кто был он? Мне говорит, другой. У меня была шутка. Мы звездой играли против локомотива на кубке. Да. Я забила. Ты там заиграла, да? А? Там же заиграла. В звезде? Ну, в целом, да. Вот. Я такая говорю, да я за локомотив еще, типа, давно начала забивать. Потом уже перешла в локомотив. Вот, и все. Не понял. Поняли? А шутка где? Понимаю. И перестала играть. Потом пересмотришь на замедленную Диму. Специально для меня. А можно еще титры положить? Субтитры, там все. И объяснение шутки. Потом люди святят эксперты. Конечно, давай-давай-давай, шути, шути. Я найду моментик отыграться. Конечно, найду. Ты знаешь, я найду. Блин, какой. Годом за 250 миллионов, конечно, ты найдешь. Прости. Свою программу откроет сейчас, продаст дома. Нет, я хорошую идею дали. Я презервативаю, открою свой. Дырявый. Я могу твой презерватив открыть сейчас. Он все равно не знает, как пользоваться. А, да? Вообще нет, даже не... Что? Он в Канаде в Бишлема играет. Где же? Зачем? Шоу без гадона, друзья. Как? Как? А! Ты здесь. Я вообще лов... Меня просто там еще к нонам оскорбили сейчас. Блин, Дим. Все, я... Ты же знаешь, что выйдем. Мы же прижимаем глушакове, кстати. Специальный телефон на зарядку. Дим, да не обращай внимания. У меня было на каждом стадионе. Я знаю. Дэн, ну... А бывало даже фанаты обеих команд. Ну, ты знаешь, что это не так обидно. А сейчас обидно было. А вот, у нас была реальная история, когда Локомотив играл с ЦСКА, и там начали включать на трибунах, и я просто такая... Я потом... Тебе же написали, извинились. Ну, Глушаков. Что? Что Глушаков? Ну, давай, Глушаков. Ну, ты же кричал, если да. Ладно, давайте. Да, ты знаешь, что он фанат Локомотива? А? Он фанат Локомотива знаешь? Это он кричал? А, слышал? Конечно, он кричал. Нет, нет, нет. Он и меня хуйня с собой. Это пришли тогда... Да, он... Это ты не чемпионат. За что? Задело или задело? Не-не, на самом деле, из всех футболистов, которые когда-либо играли в Локомотиве, я хейтил только одного. И он сидит прямо напротив меня сейчас. Да, я знал. За что? Да... Не, ну подожди, за что? Ну, скажи. Ты спрашиваешь, ты видел, как он играет? А ты его? Да. А, напротив? Я думал, ты на меня смотришь, я уже в полгасу. На против. А я думал, Годен за меня газует. Думаю, я такой... Сразу думаю, в кофейку посмотри на этот батл. А я такой думаю, никуда я, человеку 38, надо объяснять, что такое напротив. Самая обидная кричалка которой, или самое обидное, что фанаты тебе говорили, что тебя прям задело по-настоящему. У тебя же, наверное, уже броня просто на эту тему. В общем... Да? Ну, честно, из-за мат... Ну, а раньше вот что? Матами, конечно, мне так как-то неудобно даже ругаться, но вообще все равно. Я это как-то отпускал, эту ситуацию, и... Меня даже это где-то наоборот подстегивало, когда в эти сложные... Ну, дни в карьере, когда вот эта вся суета, все там пресса заряжена, журналисты заряжены, которые сейчас звонят, просят интервью и говорят, да, мне нужны были деньги, меня просили тебя топить, хайтить там, дай мне сейчас, сделаем интервью. То есть, получается, журналисты все продажные? Не все, но вот именно есть вот которые, да, там... Подожди, а хорошие есть? Да нет, 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 хорошее есть, да. Но ты общаешься с кем-нибудь лично с журналистом? Это профессия, хорошие, плохие... Все хотят вытащить... Сейчас слово то, что ты говоришь, что это как я там броня... Мне еще все равно было. Вот честно. И некоторые матчи там, допустим, играли, я даже наоборот назло уже делал, потому что я понимал, что это все идет, ну, не по-настоящему, знаешь, как бы. И ты забиваешь гол, показываешь фамилию. Специально. Даже иногда бывало такое, что провоцировал. Особенно, наверное, в Грозном. Это, по-моему, это мой последний был гол за... Может, и заключительный еще вдруг еще будет. В Кострома, премьер-лиге, друзья, через два года. Он, когда играл в пляжку, там были фанаты... Кто, блин, на пляжку? Ты в пляжку играл? Ты что, в этом году спал, что ли? Строгино, и вот ты что, брат? Серьезно? Мы чемпионов локомотива Борякова. Дим, мы для кого пишем? Давай обсудим эту ху... У вас сколько прислали сегодня? 250, смотри, 250 миллионов на 50 миллионов. Он только 250 видит. Я просто... Не-не, я просто написал, как чтобы это увидеть. Зафиксировал. Ты что, визуализируешь же? Я просто такой выписываю такой, реально столько нулей? Он играл в пляжку, и после матча с Трогино... Закрой свой рот. Когда я говорю. Не-не, тихо, ладно. Так, хорошо. Подожди. Тар, не обижайся, Тар. Это юмор, Тар. Смотри, там записываю. Заряжено, нахуй. Заряжено, так. Молчу. Играл в волейбол в пляжку. И был матч после Строгино. Спартак, ЦСКА. Спартак играл, да? ЦСКА. Да, наверное. Вот, и полейчики начали кричать про него. Его любимую кричалку. За него заступился... Один друг, да, просто. Потом он подошел к ним, а им даже сказать нечего. Так часто бывает. И все замолк. Потому что ты видишь людей, которые... Ты к ним подходишь, задаешь вопрос, а им даже сказать нечего. А когда, конечно, там на трибуне кто-то крикнул, якнул, что-то кому-то объяснил. А ты когда подходишь, ну давай, говори, и все. И больше ничего ты не можешь сказать. Ты ему в ответ говоришь, и все. Это все понятно, что... А во времена именно футбольной карьеры были такие встречи, когда там прям лицом к лицу сталкивался с человеком, который там журналист это, или футболистик какой-то, который ты знал, что про тебя что-то говорит. Вот ты подходил, спрашивал, чувак, что это было? Было такое? Как они вели себя в этой ситуации? Ну, давай вон, я что буду скрывать, есть интервью где-то. Сергей Егоров, допустим, да, в Спортэкспрессе, который работал в очках вот этот. Он писал, писал, писал про меня, там что-то потом подошел ко мне, я ему что-то ответил, тоже сказал, что... Ты куда вообще лезешь? И зачем вообще мне вопросы задать? Иди отсюда. Все, развернулся и ушел. Больше нет вопросов. Ну, ты как бы, ты же знаешь, кто говорит. Потом это все укается просто. У нас есть кое-что с тобой общее, да. Он про меня тоже писал, и когда я к нему подхожу, он тоже ничего не может сказать, к сожалению. Ну, это же не всегда правда. А про дело что писал? Ты типа зашкварился, интриус Тарасов, неважно, короче. Так они, я тебе хочу сказать, они хайпанули нормально, и там свои программы, да, вот эти сделали, как там... Спортэкспресс-лайф, они сидели, болтали, да, вот эти... Коммент-биги, вот эти все. Это все поднялось за счет меня, можно сказать. Вот они сейчас и кушают хлеб, можно сказать. Ну, даже сейчас недавно была основная история рассказать, я не позволь, там, типа, на матч из-за того, что один тренер. Но это же все оказалось совершенно не так, и... Да, говорят, что и не было никакого... Ну, то есть, как бы, ты хотел в матче «Легенд» сыграть, было такое? Мне в последний день сказали, что нету формы уже. Я тебе так могу сказать. Нету формы, в смысле... Ну, потому что ретроформы это и не было, и все. Вот было все это время, а вот в день матча сразу не стало. Потом уже сказали. Много историй. Зачем сейчас это ворошить? Был хороший праздник, получился, я считаю, для болельщиков, память великого футболиста, и это самое важное. Тут неважно, там что было. Тут просто вообще можно было историю. Я говорил, давайте историю вообще передвинем и перекрутим ее вообще красиво и по-другому. У Каррера нет ко мне вопросов, и у меня к нему нет. И он говорит в интервью, что готов руку пожать, и я. И в этот такой праздник и день наоборот вернуться при болельщиках, пожать руку, обняться и замять эту всю историю, и закрыли все вопросы, и дальше двигаемся. Ладно бы он там где-то сейчас тренировал в сборной Италии, он в трех клубах был, не было результата, и ничего нет. И здесь наоборот бы ему, мне кажется, эта вся история бы делалась. Вообще бы наоборот бы даже можно было бы, если сейчас нет результата или плохо что-то, верните нас двоих сразу. Это был бы хайп, это было бы там шоу, это для Спартака было и большая такая история. Может быть, да, там свершилось бы какая-то красивая, там, не знаю, там... Чемпионство? Чемпионство. А представь, вернулось бы. Ну и все, это бы все классно же было, красиво. Блин, ну там я не пойду, как мне сказать, там, и он не пойдет на встречу, там, если Глушаков будет, еще что-то. Ну, как мне говорили, это же не мне сказали. Мне сказали, что он был не против. Вот, а? Мне сказали, что он был не против, он сказал, что вы организатор, вы сами решаете, я, как бы, вообще не пофигу. Ну, а мне сказали наоборот. Вот и все. А тебе сказали, что он против? Да. Я уеду, если он прибудет на матч. Ого. Вот и все. Буду приехать посмотреть, видишь? Дима, смотри, так бы и сделал. Ну, а что, нормально. Не, ну, зачем? Меня также не звали, когда награждение было. А ты сам приехал тогда? Как кикнадзе? Мне Семин позвал. А меня никто не звал, я даже не знал, что награждение, на следующий день. И Семин позвонил, говорит, ты завтра будешь? Я говорю, нет. А он знал уже, что конфликт. И он говорит, я тебя зову. Я говорю, так меня никто не звал вообще. Он говорит, я тебя позвал. И когда вот это выстрел, кикнадзе, блядь. Друзья, здесь будут фотографии. Это вот тогда Семина никто не позвал вообще, ни один человек не позвал. Я уже рассказал, книга у Трабинера есть, которая там делает исповедь. Он про тебя написал книгу? Мое интервью, там вот все четко на пополочках расписано. Если у кого-то есть какие-то вопросы, я где-то неправду сказал, пусть мне скажут. Опять же, я говорю в лицо, я ни от кого не скрываюсь, там вся правда написана. Вот в этой книге все написано честно и правда, справедливо вообще. Пойду почитай все. Пойди почитай. Интересно, блядь. Правду почитать. Плохо вы готовились? Да, книга. Рабинера. Просто он с такой скоростью пишет книги, я не успеваю. А ты где был в детстве? В детстве? Я ходил на танцы, на плавание. что он принес гроб покемонов? Я в Нефтьюганске был, книжки читал. Все, больше ничего. Там нечего делать, там минус 40 все время, поэтому выбора не было особо. Я пошел на футбол. Ты нигде не играл? То есть отмороженный получается, честно. Я неинтересно. Давай про тебя лучше поболтаем. Я видел твой ролик, классный. Я думаю, все его видели. Какой? Я не видел. Нет, подожди, подожди. Еще минутка. А здесь три. Еще минутка. Там, где у тебя кто, брат поехал куда-то играть, а тебя не взяли? Ты же там щуришь от солнца, такой мелкий. Цимбаларь тренер, кстати, был. Да? Цимбаларь тренер был и сын Цимбаларя. Это Nike турнир был. Мое могло быть первое путешествие в Европу, потому что я тогда приехал из Миллерово, как все знают, небольшой городок, и в ЦСКА выступал. Городок? Городок. Ну, вообще город. А, еще... Все, все. Вот, и... Что сказать? Ну, блин, я выиграл турнир, все сделал, но мне не было загранпаспорта, и я не поехал в Европу, отдал путевку брату, и, короче, такая всякая история. Вообще разломало тебя в детстве? Брат ездил туда и закончил карьеру. Может, хорошо, что ты не поехал? Так может, что это случилось? Может, хорошо, что ты не поехал? Может быть, да, был стимул поехать. А расстроился прям сильно, плакал, там как-то вот для тебя это был перелом? Мне 11 лет или 12 тогда было, да, плакал, конечно. Ну, блин, парк был в Голландии, какой-то Nike Park, там все эти ворота, там эти фигурки, там все там модные турниры какие-то были, да. Мне видео просто потом показывало, где он был, их там съемочная группа НТВ там снимала, что-то такой план, короче, показывали, что я пропустил, короче, как они там... смотри, а то мы играли в футбол, это вообще классно было. Ну, конечно. Как там самогон в Миллерово? А мне 12, я сижу и плачу. Так, ладно. А можно я вопрос задам? Кому? Да, Ксюше. Давай. А ты помнишь свою первую поездку за границу? Да, она по футболу была или отдыхать? По футболу, да, я думаю, что футбол нам давали. футболу, скорее всего, насколько я сейчас вспомню... Венгрия 86. Прости. Я тоже завалил, да, все, получил. В обратную сторону, Дим, твоя очередь. Почему у меня так не работает? Почему? Я могу тоже так. Вспомнил, где была? Да, в Америку мы... Я не была в Америке. Не была? Вот как раз у меня такая история, что меня вызывают в Америку, да, я такая, за гранпаспорта нет, я просто ревут целый день, а ты туда попала. И как там было? Расскажи, по-моему, вы в школе ночевали. Да, мы ночевали в школе, там были кровати двухъяростные, но знаешь, что самое прикольное и запомнилось мне, что там было миллион девочек. Там были поля разделены, я не знаю, там вот большое поле, наверное, на шесть кусков, и там постоянно все вот так вот играли, там их столько, что в России столько не наберется. Ты вот сказала миллион девочек, у Димы глаза загорят. Это какой год? Какой это год был? Я не помню даже. Что? Ир, какой год? Когда ты не поехал в Америку? Ты должна была запомнить. Знаете, Ю-15? Эту дату? Нам 15 лет было. Ну, сколько? А кто еще ездил из тех, кого мы сейчас знаем, из футболистов известных? Кто-то был там, или никого таких не было? Мне кажется, Беломычев. Ты такого не знала? Вот возможно. Ну, конечно, я команду знаю. С ними на сборах. Ты чего? Он сейчас фотки смотрит. Назови составку. Самое главное, самое главное, знаешь, что этот, она сейчас говорит, что 15, ты играешь 15. Он в голове сейчас соображает. То есть, там у них играет составку. Я так же делаю. Не-не, сейчас расскажите, я думаю, составка. Так, кто-то, а дальше кто-то? Я имею в виду, что тогда развивался уже, да, женский футбол, если она говорит, что так были забиты в Америке. но там-то это спорт номер один. В Америке? Ну, не в России. Подожди, а сейчас у них в американском женском футболе произошел какой-то скачок за счет того, что тогда были поля и миллион девчонок играл. В целом, они очень долгое время выигрывали чемпионат мира. Олимпийские игры. И мы такие, давай. У меня тоже тогда не было, Ксюша была. Ты же играла со сборной Америки два матча. Да. Смежных. И что, уровень отличается? Ну, просто что-то скажи. Я не помню, если честно. Там один с ноль, по-моему, если не ошибаюсь. Ты хорошо готовилась. Нет, я просто, там, где я не была, я все это помню. Вспомнился, Став, можно за этим? Не хватило времени. Выгни. Да, не, ну, я могу знать, ну, стартовый состав женского ЦСКА. Ну, там, Щербакова играет. Меня не забудь. Справа Коваленко играла, почему-то сейчас зачехлена. Вот, в чехле сидит. Не, ну, на кубке в центре играла. В центре играла, да. Ну, она универсалка просто. Не пропадет. Вот, Бородко, Дамьянович, Мясникова. Думович. Дамьянович. Думанович. Да. Сейчас, подождите, не мешайте, подождите, не мешайте. Слева Мануэл, по-моему, я, честно, в шоке. Да. Смирнова, Черномырдина, Петрова, Петрова, да, и две легионерки, Габи и, как, Артега. Артега. Сейчас подсказал. Ну, просто я помню, две легионерки забыл. Про них все так, кстати, говорят, когда вспоминают, такие, ну, там, две эти смуглые играют тоже, там, нападение у них. Это Габи уже 10 лет. Еще запасные, знаю. Ну, а как, конечно. Денис Гуршаков. Все? Все. Ну, А не считая Ксюхе, кого выделишь, кто вот, ну, женский подбольный... Нет, почему? Ты же ходишь на матч. Я стала не считая Ксюш. Ходишь, ты ходишь же, нет. Смотришь? Ты ходишь на матчи? Ну, сейчас нет, она не играет, что смотреть? А по телеку не смотрел раньше? Ну, она в Калининграде играла, то я даже нет. А у нас в одно время игра была, я даже не смотрел игру, я потом в записи смотрю. Мне интересно. В записи. Я заставляю его вечером смотреть, знаешь, пропустил, смотрю. Он ее теорию начинает. Смотри, это я. Это я вижу. А тут я. А как ты оказалась в бане с кубком? В бане? Сразу после матча. Ты фотку выставила, ну ты что? Это старая фотография, это с того года. Ты так смотришь? Ты зачем меня палишь? Зачем ты... Я хочу, чтобы в инстаграме посмотрели, Ксюша. это было в том году. А, да. Ты когда не баня, джакузи, или это баня тоже была? Нет, там баня. Баня, да? А где мы баня с фотографией с синьком? Это мы в бане были, не будем рекламировать. А это когда в Москву уже прилетели? Это в том году, когда мы выиграли, да. Я помню, но не помню в какой. Просто мы после съемки заходим в аэропорт в Питере, и я слышу, что это ЦСКА, это что-то орут. Я такой думаю, господи, это что они? А они прям на все бабки орали, сидели на весь этот аэропорт. Вообще пофиг, очень весело. Да, они там вообще кайфовали, здорово было. Вы дома о женском футболе говорите? Да, очень сильно. Говорите о женском футболе? Ну, конечно. Рекомендации какие-то даешь ей по игре? Да нет, по игре. Если она смотрит игру и переживает, иногда ее пересматривает какие-то моменты. Я тоже смотрю, говорю, почему так, почему так сделал, почему. Но иногда говорю, это неправильно, допустим. Она говорит, мне так сказал тренер. К примеру, а это наоборот, так говорю, она говорит, так решила. Блин, а ты видел, ты видел, какие губу расхерачили просто в финале кубка? Ты как-то, ну, учишь ее группироваться, не знаю. Что делать? Женщины в этом плане вообще. Не-не-не, без тормозов, реально. Девчонки, они прямо идут в этот, до конца. Они не координированы. Она как 50 цент, реально. Девять выстрелов. Они бегают, просто я тебе отвечаю. Вот ты полетишь и так говорю, ну ты будешь там, я уберу голос. А она до конца, там убивают. Ну, они в жизни такие, девчонки. Пьют за девчонок? Блин, мне пи***а был за это, правда? А если мужской футбол, вы смотрите вдвоем, есть какие-то противоречия? Ну, конечно. Иногда говорит, телега там, не добежал, не прибежал, там, куда ты ударил, что ты тут не пошел в обувь. Нет, судя по тому, когда с Тарасовым общаться она может, да. Если вы смотрите вообще какой-нибудь другой матч, нигде вы задействованы. А мы его не смотрим. Нам его не смотрим. Или ты представляешь? Футбол же у нас всегда вечером. Да. Я занимаюсь с ребенком. Это он может посмотреть футбол. Так, чтобы мы вместе смотрели, это редко бывает. Нет, подожди. Благодаря РФС и каналу Матч ТВ футбол бывает еще иногда утром. Самые ключевые матчи женской суперлиги в 11 утра на нашем канале. Смотрите обязательно Локомотив ЦСКА. Сейчас в 16.30, а сколько? Да, в 16.30. Все. А в следующем матче Локомотив ЦСКА? Да. ЦСКА Локомотив. А можете забиться как-нибудь, там, типа, поспорить на что-то? Мы все равно не играем. Так и в этом и суть, нет? Самая страшная травма, которую вы видели на... Потому что у вас прям вообще россыпь. У вас там теряют сознание, увозят на носилках, там какие-то рассечения. Просто, просто жесть. Совсем недавно мы играли с Локомотивом. У вас, простите, не знаю, как ее зовут. Девочку увезли... Нет, Полина Клева. Да, вот. Ее увезли на скорую. Я первый раз такое увидела, чтобы на поле заехала скорая, там, ее откачивали, она в сознание пришла, только в скорую. Да, и 20 минут она не могла прийти, мы уже там, как бы... Ну, это, наверное, самое жесткое. Ладно, там губа разбита, еще что-то, там, крест, это, ладно. А ты в этот момент, вот, ты увидела эту ситуацию, ты что, почувствовала, ты прям испугалась? Ну, я мурошки пошли. Ну, страшно было. Это самое страшное, что ты видела? Ну, по моему состоянию в тот момент, да. Просто ощущение, что, наверное, человек может... Ты не знаешь, что с ним может случиться? Я думала, что матч не продолжится. Он просто... Он нанесет, нанесет, нанесет. Подожди, подожди. А вот у тебя... У тебя много еще и своих травм. Да, пойдем поговорим. Пацаны, давайте, сейчас. Извини, пожалуйста. Что-нибудь про женский? Вы потом в бане можете поехать. Да. Или в кальяну, как Дима любит. Так вот. Сами там, на. Скиньте. Сначала в кальяну, потом в бане. Как ты показала? Потом покажешь. Это как он там. Это не он, это Дюба. Ну, неважно. Как это Дэну друг близкий. Не надо про него. Почему близкий? Он забыл вот так сделать, наверное. Короче, после своих травм. Как психологически преодолеть вот этот вот барьер и выйти на поле снова? Сколько тебе нужно времени для этого? У меня есть... Как Ира. Не выходи. Пять месяцев. Не выходи. Полгода. Года. Да, до декабря. Неплохо. Обидно, да? Когда кто-то обманул футбол больше, чем ты. Да какие бабки? Ну, если бы бабки. Если бы там были бабки, да? Ты такой возвращаешься. Возвращаешься, тебе не дают играть. Такой, ну ладно. Потом снова ломаешься. Нет, на самом деле отдать должное. Да, Ксюша получала дофига травм, к сожалению. Потом еще родила и вернулась все равно в футбол. За это респект тебя. Подожди, я вернулась для чего? Можно же было не возвращаться. Ну. Можно было не возвращаться. Ну да, да, да. Тебе какие-то спортивные достижения интересуют? Или ты что-то не выиграла еще? Или просто пока не интересуется? Да нет, в принципе, плюс-минус у нас сейчас Европы нет. В России все, кроме суперкубка. Когда ты вернулась, он спрашивает. Ну что, у меня все было. У меня кубок был, чемпионат был. А мы вернулись, что? У меня тоже было. Давай честно. Что, суперкубок? Давай, давай. Ты хотела после родов вернуться и доказать, что ты можешь. Сама себе. Потому что как ты... Она до седьмого месяца, чтобы вы понимали, я такого не видел никогда. Тренировал. Вообще. В зал ходишь еще с животом семь месяцев. Она там стабилизацию делает. В эллипс ходит. Что-то делает упражнения, какие-то гантели. Я говорю, ты нормальная вообще? Как там ребенок? А ты не отправлял голосовые ватсапе, типа, это хорош, завязывай, там? Нет. Он дома это говорил. Я дома говорил. Это да. Не, на самом деле, с поля я ушла, когда мне в живот попали. И потом продолжил уже. До шести месяца, да, ты тренировалась или пяти? Ну да. Пять-шесть месяцев. Она вон на поле тренировалась просто с животом бегала. После родов через сколько вернулась? Три, да. Три месяца, но начала я заниматься сразу. Сразу, да. Ну уж неделя где-то. И сразу лига чемпионов. Вот, да. Ну и то я задержалась из-за того, потому что я, получается, восстанавливалась с крестом, забеременела, и мне нужно было время, чтобы привести колено в порядок. Да, плюс еще нагрузка сверху. Беременность. Это она с крестом занималась. Да. А до этого у нее позвоночник еще, да, правильно? Да. Через месяц я, получается, прооперировала позвоночник, через месяц поехала в сборную, порвала крест, потом через два забеременела, восстанавливалась. Ну, короче, за год у меня три серьезные операции было. Наша программа называется «Жить здорово». После которой заканчивается. Да. Сейчас у меня советы были. Ты только не плачь. Советы от малыша. Жить в этой саде. Никак просто. Мне, на самом деле, однажды Юля Мясникова рассказала про свои травмы, и потом ЦСКА вырезал половину, потому что сказал, ребята, это вообще нельзя, потому что соперники начнут этим пользоваться. Ну, типа, я такой... Чем выразоваться соперники могут? Ну, типа, вот они знают, что у нее там, типа, больное место, где-то там, и они говорят, типа, так нельзя. Ну, это всегда же с детства говорят, типа, молчи про свои травмы. Я просто не знал об этом. В первый раз столкнулся. У меня тоже много. Но ты не играешь. Не играю где? Нигде. Как-то не играю. Девять операций, когда играл был так же. Считай. В какой момент вы познакомились с Ксюшей? Да мы давно знакомы. С один раз. Да, у меня был контракт. Какие-то провокационные вопросы пошли. Нет, ну, на самом деле, я правда не знаю про это, но... Да нет, карантин был. Карантин, он же рассказывал. Я рассказывал тебе, это карантин был... Я Робинеро? В книжке почитаем, тогда Робинеро расскажем. Я тогда, знаешь, как-то приезжала такая, поляну им готовила, уезжала, они там кайфовали. Да, я такая с крестом восстанавливалась. Я один спокойно дома, карантин, а она с крестом сидит дома. Что-то мы переписывались, переписывались. Я говорю, да приезжай ко мне, что ты там сидишь одна? Геймриди ты ее привез? Нет. Нет, это другой был. Да. Я не шучу. Если что, я люблю шутить. Интернет помнится. Я это знаю. Мы этим разводом вырежем, да. А кто кому первый написал? Ты написал? Ну, конечно. Нет, мы знали еще, у нас в Адидасе был этот контракт, и у нее и у меня были всякие фотосессии. На самом деле он мог мне позвонить, он рассказывал там, какие-то истории звонил, я там посмеюсь с ним, все. Он любит историю. Я такая слабкость, знаешь, сижу, да. Да, да, не ты был в бане, да. А что баня? Баня, это все тоже постановка была. А, да? Ну, ладно, да, да. Ты практический актер. Я тебе серьезно говорю, надо как-то сейчас, вот я думаю, про баню, вообще не нужен даже пиар, да, какой-то. Конечно. Сейчас сижу, что-то, говорю, сейчас заканчивать буду карьеру. Надо открывать ее спокойно, да, и все, что-то следить вот это за всеми. И одноклассница. Весь футбол, и одноклассница. Конечно, я презервативаю. У тебя есть, одноклассница есть нормальная? Все четко. Все, футболистов зовем, и все нормально. В одноклассниках ты зарегистрирован? Конечно. Каждый день там. Что, про детство давай? Давай. Третий раз заход. Ну, кстати, про Миллерова я честно знаю только благодаря тебе. Вообще вот просто. Ну, конечно. Хочешь, расскажу тебе все. Все углы там теперь знаю. Каждый Новый год мы там. Он тебя возил туда уже? Каждый Новый год. Подожди, я просто не помню за его жизнь. За сколько? Минус за 10 можно обойти? Да, не-не-не. Ну, блин. Ну, там 35 тысяч населения идет. Она с Головиным, кстати, играла, вы знаете? Да. В одном возрасте. Не-не, неинтересно, не рассказывай, не надо. Не-не, завязывай. Знаешь, Головин, одноклассник? Да, знаю. Не считается одним из лучших у нас в Барной России. Где играли? В Новокузнецке. Металлур Новокузнецкая команда называлась, с 96-го года. Один тренер, да, у вас был? Да, у меня, получается, тренер-женщина, она ушла в декрет. Она ушла в декрет, и мне, чтобы не заканчивать с футболом еще в те годы, я занималась матчем. Если надо, я идущим буду. Давай-давай. Неинтересно, да? Нет, неинтересно. Я уже все рассказала. Ну, все, хорошо. На самом деле, цель этой программы учинить семейный конфликт. Мне кажется, Дэн, ты получишься. Выбудешь быть? Сто процентов. Ни в коем случае. Не краснись. Выбыл до конца сезона, травма неизвестна. Да, в общем, пою же. Не подожди, Аксюша, перед подкастом тогда, когда мы звали еще первый раз, она говорит, ну, там, Дениса травма. Нет, но когда ты на игре получил шишку. А что у тебя было? У него вот такой фуфан был. Братан, во второй линии. Это как в женском футболе иногда было, знаешь? Ну, типа, ты смотрел, и не координар. Короче, я просто выпрыгиваю, ну, все, видишь, человек, я выигрываю. Как разогнал, как дал, бомб. Я вот так, короче, держу, а у меня шишка вырастает. Понял, вот так. Как в фильме. Я тебе хренов, я тебе хренов. Да, они же быстро, да, сразу. Я руку ставлю, а у меня вот такой бугор, короче. А вот нету? Я говорю, из стадиона выйти, я говорю, пацану, дай футболуру. Держи, если есть футбол. Кепку дай, раз, кепку дал, короче. Ну, приехали, все. Вот там лед держал, много нельзя держать. И в баню нельзя. Не ходил, не ходил. Приехал домой, утром спухло, раз, два дня, короче, она прошла, ну, я испугался. Я думаю, дай бог останется ее. Не-не, вот Тараса такая же была история, они тоже ударили сильнее, он только что-то руку приложил, взбухает, и он такой, одна голова хорошо, три лучше. Это шутка, блядь, идеальная, блядь. Алло. Можете похлопать, кто здесь еще есть? Да-да-да. Давайте победу, блядь. Топовый бутыл. Давайте про Миллерово, конечно. Про Миллерово? Ну, изначально. Как футбол? Доброе дедство, да? Все. Династия, Лушаковых дедушка играл, там, понятно, по область. Потом дядя играл в более высоком уровне, в сборной СССР играл, в ЦСКА, в Спартаке, там, в чемпион, в Финляндии, там, я не знаю, много где играл, вот, и выступал. Когда я увидел первый раз дядю по телевизору, была моя мечта тоже играть в футбол, и, чтобы меня показывали по телевизору, тогда черно-белый телевизор был, бабушка говорит, у тебя и телевизор будешь, ты знаменитый, и я тебя буду смотреть, да, там, и, ну, такого плана, вот. у меня была, у меня была печка, знаешь, как бы, и дрова были, и я вот всегда думаю, блин, ну, как эта печка надоела, тогда там газ начался, знаешь, богатые ставили уже газовые печки. Объяснишь, сколько богатых людей, Алексей? Да, да. Ну, с деньгами. А, и я думаю, блин, первым делом, когда начну зарабатывать, проведу газ в дом, чтобы вот эти дрова закончились в уголе. Вот как-то так играл, он пошел сам в детскую спортивную школу, потом приехал дядя, как раз увидел. Дядя приехал, кстати, привез своему другу, он охотник для ружья, понял, эти патроны. Ну, я хулиган, как-никак, там, блин, мне 6 или 7 лет тогда было, я взял просто патроны, братья такие говорят, там патроны лежат, еще что-то, ну, я пошел, нашел патроны, короче, в соседней комнате стоит печка, я взял эти патроны, в печку бросил, как-то нахерачивая печку разнесла. Я тогда, конечно, получил. Но вот это запомнилась история, когда мой дядя первый раз приехал, и я эти патроны кинул, потом он мне сказал, хулиган, хулиган, ну, если ты хочешь хорошо там жить, и все, дядя, надо много трудиться, играй в футбол. Будешь хорошо играть, я приеду скоро, типа, посмотрю, как ты играешь, и все. Мне как-то вилось в голову, я начал тренироваться много, пошел записался, все, дядя приехал через там 3-4, наверное, года, все-таки не 2, а 4, наверное, 3 года, вот, и увидел, как я играю среди взрослых пацанов, залы маленькие, там 4 на 4, 3 на 3 играли, знаешь, как стены... МФЛ уже было в то время? Нет, МФЛ, медиалигу планировали ее. МФЛ Миллер. Знаешь, как в детстве играешь, в стенку, да, в зале, как стеночку отыграешь. И я все вот это бам-бам-бам-бам, всех возил, короче, ну, он увидел, говорит, ну, ты перерос, надо тебя везти на просмотр. Я приехал в ЦСКА, все, меня там, в принципе, взяли, и начал там лучший бомбардир плюс в своей команде. Подожди, а если ты там еще был, за какие команды ты болел или переживал? Нет, болел за Спартак, честно, я болел за Спартак, и смотрел все матчи у меня было, там, календарь раньше писал, кумиры какие-то, ну, кумиры, конечно. Кто был там? Цибаларь, Тихонов, Титов, Филимонов в воротах, в футболку брал этот, Филимонов, к примеру, в воротах любил перчатки, это перчатки, знаешь, с пупырышками рабочие, короче, встанешь, он в посадке где-нибудь два дерева вырубят, короче, у деда бредень украдут, тут пацаны старшие, знаешь, там на цепь, это такое, у тебя ворота футбольные, все, ты в воротах, там, глина, короче, все убитые, ушатанные где-нибудь за посадкой, ты прыгаешь, пока отбитый, ну пофиг, зато ты в воротах, зато ты фамилия Филимонов, ты воротарь, ты играешь, потом раз, команда проигрывает, дровосеки играют, ты раз майку меняешь, там раз, у тебя цимбаларь уже написано, или раз, забиваешь обратную ворону, ну такое детство, как у всех, наверное, пацанов нашего поколения, часто уже, сейчас, чуть-чуть детство в другом, сейчас, да, сейчас уже в Sony PlayStation, там, менеджмент, да, так что, вот, и все, в Москву, и там дальше, и понеслось, в интернаты, с Осом Жанаем в комнате жили, в ЦСКА, против тебя играли, помню, в Сокольниках эти, это поле высокой, с синтетикой, как вы нас ловили постоянно, я когда-нибудь выиграю, говорю, здесь вообще или нет, ни разу не выиграю, там ловушка была, ловушка была вообще просто, никак не понимаешь, и в Манеже тоже сам, ну последняя моя игра была, кстати, тоже в Манеже Спартака, за ЦСКА, тогда приехал мой дядя, посмотреть на матч, у нас тренер поменялся, и меня оставили в запасе, хотя я до этого, ну, больше всех забивал, плюс-минус, там Юрка Котов был, ты же знаешь, Юру, там все, бодряга ушел от нас, к вам как раз, мы с бодрягой спорили, вот, и я всегда играл в порядке, как бы, ну, блин, забивал, а меня просто не по этим делам зачехлили, то, что дядя с тренером, какие-то были в свое время контры, короче, и дядя плюнул, пускал все, ходим отсюда, еще что-то, и я в Нику, в Нике открыл свой интернат, перешел в Нику, и из интерната вот понеслось все эти школы, и локомотив, и дальше аренда, и дальше карьера, баня, все дела, Кострома ее. Карера, карьера. Сколько я узнаю, знаешь, пришла сюда послушать. Интересно? Да. Хорошо, мне тоже нравится. Я по-быстрому, вкратко, можно в 10 лет. Если вы хотите побольше, читайте книгу Игоря Робинера, там все вообще. Про Спартак. И там только правда. Ты когда в Москву первый раз приехал, какие у тебя были впечатления? То есть ты в большой город, там, не знаю, какие-то... В ЦСКА, понятно, ты приехал там на просмотр, там, на академию, школу. А от самого города какие были впечатления? Да, я помню. Парень из деревни. Это конец 98-го, по-моему, года, да, 98-го года был, и 99-й я приезжаю, там беговая станция, сразу мне запомнился, первый раз в метро спустился на Сходницкое, вышел на беговой, потому что зал был на беговой. Ты только под стол ходила, да? Вот, на беговой. И вышел, захожу, там, зал армейский какой-то, рота ходит, солдат какой-то, не пойму, думаю, что за фигня, там арендовали, январь, 4 января или 5 я как раз пришел в ЦСКА, новогодние праздники закончились, нас собирали, пришел, блин, в метро проехал, глаза вот такие, троллейбусы какие-то, блин, эти проволоки торчат, щупку пал, куда попал я? Где мои лошади? А ты один ходил? Да нет, с братом. Он говорит, запоминай дорогу, сам потом будешь ездить. Я говорю, какой сам? А брат разбирался, да? Ну, нет, он же, это дядин сын, они москвичи коренные, как бы, да, они, он в 84-м ЦСКА играл в свое время. Я думаю, куда попал? Как я буду это все делать? Потом спокойненько, в интернации ЦСКА, первые две четверти закончил, выучил все станции метро, начал мотаться, просто у школы вообще, курэмбая. Поехали, там у меня Пашка был, друг из Тулы тоже, приехал, в школу пошли. Я говорю, слышишь, что-то мы в школе тут засиделись, поехали, посмотрим, какие станции, как станции выглядят метро. Приезжаем, раз, вышли там, ну, к примеру, там, Динамо, посмотрели, раз, сели опять, выходим там, белорусская, смотри, сколько у народу, кольцевая, она вот так, дальше, сокол, еще что-то, там, сокол, да, песчанки. Ну, короче, вот так катались, все станции выучили, поехали до Юго-Западной, поехали, раз, вот так вот мотались, что делали, зачем это надо было, ну, интересно было, как бы, посмотреть, вот. А родные как отпускали? Нормально? Ну, то есть, видели в тебе то, что ты можешь стать спортсменом, или как-то говорили что-то, может быть? Слушай, я без отца вырос, да, как бы, с бабушкой и с мамой, меня отпустили, я один сын в семье, меня, конечно, больно отпускала мама, наверное, с бабушкой, вот, потому что, как-никак, там, может, смешно, не смешно звучало, мне 11 лет было, один мужик в доме был, но я закрывал полный сарай дров, угля на ворую где-нибудь, короче. Вы просто эти истории не знаете. Бабушка, бабушка с мамой, бабушка на мельнице работала, красава, бабушка на мельнице работала с мамой, я, почему, наверное, физически до сих пор играю, или еще оснащен чем-то, ехал на работу туда, короче, не знаю, километра, ну, наверное, три с пустыми санками, туда мешок, два муки тебе дают, ее надо по снегу, допустим, протащить там в горы, там, холмы какие-нибудь притащить домой, выгрузить побыстрее, обратно, и вот так вот раз шесть я, короче, ходки делал, ну, пока там, если там ментов нет, мне там, знаешь, как прихожу, говорят, сейчас там менты приедут, все, нельзя сюда ехать, сиди дома, завтра приедешь. Все, они в ночную, короче, там кто-то приезжал, убегал, ну, бабушка или мама, и все, и вот так начиналась, вот эта вся история, как бы, летом велосипед, зимой санки, уголь воровать, то же самое, допустим, бабушка выходная, там, стоит, говорит, с бабушкой там с какой-нибудь поговорит, или с дедом, а я уголь в мешок, ее замотал проволоку, уголь в мешок, там связка была хорошая, там связка, зато у меня зима была обеспечена дровами и углем, знаешь, как бы, ну, о чем, мы не получали, ну, мама не получала денег, бабушка не получала денег, мы жили, ну, мог срок просто получить, а? Что, что? Срок мог получить, просто, не, мне куда, 10 лет, тогда было 9-10 лет было, я уже, как бы, фигачил. А у тебя есть по-любому истории про корешей, с которыми ты в детстве дружил, которые остались, и которые, типа, попались на угле, на, там, чем-то еще? Ну, типа, старшие были люди. Я всегда со старшими дружил, они все воровали, короче, и меня учили этому, да, как бы, магазины воровали, взламывали, мыло, порошки, деньги, что я только не воровал, честное слово, черешня, простите меня, все там, кто живой остался, конечно, да уже никого нет, мы самому уже 70. Там старенький, да. говорит, так, нам надо посадить черешню, я помню, я там ее воровал, там узнать, какой сорт. Совесть есть, Да, да, да. Подожди, а последнее, что ты воровал в своей жизни. Ну это недавно, вчера вас был. Картошку. Нет, нет, как бы, по овощному что-нибудь. Ой, по привычке взялся. Жвачку пробил, картошку вынес. Денис Борисович. Аксюха нас кеметал. А я так, что-то вах. Ксюха, вместо бабушки сейчас выступает. Аксюха юбку одевает, а охранник говорит, пойдем поговорим. Нет, правда, что воровал последнее? Да не знаю, честно, не помню. Не помнишь, да? Ну и последнее время не было такого. Иначе с чемпионата мира, может, 2014. Это было, не сумку. С игры? Да, с игры. Просто с игры? В Бразилии. Мне интересно, да? С Маракану. Ты когда-то мячи подавал воровал? И, короче, нет, я просто реально там у мальчика забрал его. Сначала он за мной пошел, пошел, но я как будто не понимаю, я его форму сразу съел. Потом пришли, говорят, тут где-то мяч один игровой остался. Это кто подавал мяч? Да. Я сижу, молчу просто, и все, как бы ночью. Но потом я его... Через чемпионата мира летели. Я всем пошел с автографа и собрал на этом мяч, а он у меня до сих пор лежит. Там Россия, Бельгия написано, все как нечетко. Все в дом, все в дом. Ну что, про детство еще? Я думаю, достаточно. Нет, а ты сказал про бабушку, что она ждала, когда там тебя по телевизору. Она застала этот момент? Нет, и бабушка умерла через год, получается. Как ты переехал в Москву? Да, да, да. Я уехал, и через год умерла. Получается, ровно до 4 января, ну плюс-минус, короче, не дождалась. Ну, к сожалению, я всегда мечтал, но я ей всегда обещал, что у тебя, у меня будет свой дом, у меня будет дочка, я ее назову честь тебя, как бы, и вот у нас Мила родилась. Пожалуйста. Я Милу, да, Милу, благодаря Ксюше старался ей сделать. Такая история, и надо было свои вот эти 5 копеек стоять. Ну это как живо. Нет, ее бабушку Людмила звали, да, как бы, а ее все Мила, Милка называли, как бы она мне из Беларуси, и из-за этого как бы я не стал Людмилой, я сказал Мила, как бы вот и все, и так. Мила. Милая история. Мила, милая. А ты в честь кого детей называл? В честь отца, сына. Так. А Милана и Ева, это мы просто вообще выбирали женой. Она именно опять писала, я опять, и мы утягивали, и вытянули первый раз Милана. Оба? Да, это реально. И вторая, Ева просто как-то так обсуждали. Вот сейчас думаем. Так, у вас сын Алексей? Да. Офигенно. Алексей вообще топ. Я тоже говорю, если у нас будет когда-нибудь сын. Рекомендую. Я хочу назвать его Алексеем. Папа, брат и еще одного. У меня дедушка Алексей, папа Алексей, брат Алексей. И лучший ведущий этой страны. Ты Алексей. Алексей Хрущев, это я. А ты как назовешь детей? Хрущев, нормальный файм Алексей Тор. Я не знаю. Пока не знаю. Подожди. Ты был уже в Локомотиве, когда он пришел? Или вы наоборот? Нет, я раньше был. Он раньше был. Конечно. Ты помнишь, когда он появился? Вот этот вот... А я не помню. Только 10. А ты когда пришел? 10-й? А ты куда приехал? 10-й сборы были. Это из Москвы. А из Москвы? Москва развалилась, да? 9-й, 10-й, да. 10-й пришел. Москва развалилась. Все побежали там. Да, да. С тонущего корабля. Так, ну и что? Вы сразу поладили? Нормально все? Да нет. Там, в принципе, здоровая была конкуренция. В принципе, много футболистов было. И понятно, что конкурент пришел. Тара, как бы, на одной плюс-минус позиции играли. Там Палыч все время менял, потом Каусейра менял. Там и два, а то три в центре играло человека. Разные игры играли. Так что... А то он ни к чем на Билич пришел, все испортил, да? Ни к чем на Билич пришел, все испортил. Да нет, это он ни к чем. А ты с Биличем играл? Да. Мы вместе ушли. А я наоборот не играл. Так я... Нет, я играл сначала первую часть, а потом не играл. Меня затихлил. Там Миранчук, кстати, начал как раз сыграть. Я помню, когда Глушаков начал играть за локомотив. Я болел за локомотив просто очень давно уже. Да еще раз скажи, 16-й подкаст говорит об этом. 250 миллионов. Так вот, могу это еще раз говорить. Я помню, когда Глушаков такой, вот, светлое пятно, классный парень, молодец. А потом что-то пошло не по плану. А что плохого? Смотри. Так, давай. Что, 2008 год. Можно было что-нибудь выиграть? Я дебютиру... Так с ним наоборот не выигрывали, он ушел. Я, смотри, 2008 год я дебютировал после чемпионата Европы, когда пацаны вернулись. Первая игра моя с Динамо была, я там что-то финтил. Ты финтил? В Москве, кстати, ты играл против, да? Не, не, не. Ты не играл? Ты не играл. Я помню, кстати, этот гол. Стас Иванов. Я помню, да, да. А я помню, кстати, гол. Да, это мой первый гол на Москве был. Да. Красивый? У тебя пумы бутсы были, да? Да, да. Я помню, я смотрел... 3-0 мы у вас выиграли. Блохин, да, тренер? Я не играл. Блохин тренер? Ну, раз ты по телеку посмотрел. По телеку. А где играли? На Москве. На Москве. 3-0. Я помню, это твой гол. Я помню. И там сыграл, там все. Ты страшный человек. Я дебютировал, все нормально. В девятом году я первые два тура по голу забил. Ну, хорошо, понятно. Все, там, блин, первые два. 1-1-1-1-1, короче, на 90-х спасал команд. Десятый год тоже я играл. Кто был? Каусейро пришел? Нет? Каусейро когда был? В десятом году? Нет, сначала с вами был. Десятый-одиннадцатый. Десятый-одиннадцатый. А, с Павлович был. Павлович был, да, они потом с Ольгой Юрьевной там контроль начались. Каусейро был одиннадцатый-двенадцатый как раз в сезон перехода. И вот одиннадцатый-двенадцатый. Я уже был капитаном. Все. Ну, мы все делали возможно. Мы могли тогда взять вот единственное, по-моему, бронзу, когда, помнишь, легионеров «Зенит» выпустил, и у них не сняли очки. У нас было поровну очков, позабито. Мы не третий стали, мы четвертый. Там что-то такое было. Единственное вообще. Все, Каусейро ушел, пришел, по-моему, Билич, да? Я все делал возможно, я все хотел, но и в конце, ну, блин, меня в десятом, в девятом году «Зенит» мог забрать. В одиннадцатом Каусейро просил просто, чтобы я остался Лигой Европы. Помнишь, с Бильбао, когда мы в Лужниках тоже забили? Да, да. 2-1? Не, подожди. 2-1 выиграли. Помнишь, всю неделю ответный матч наигрывали? Муниаин не забьет из-под Шиши. Да, Шиша был. Они ростом одинаковый. Шиша, бей его туда, он выбегает. Всю неделю отрабатывали. Чудак выбежал просто, кексанул туда. Я такого стандарта таких не видел. И мы вылезли. И они дошли до полуфинала или финала. Да, да, у них команда была. Отличка Мадрид с Бильбао, да, в финале играли. А ты его помнишь там, когда мы у них играли? Когда Беляй... У них удалили. И встал в сутки, ты помнишь? Я не помню. А ты не помнишь Беляя? Давай, давай. Лось был. Дядя Болоськов. Когда мы сидим... Витрия Вячеславович. Короче, это уже треть. Уже треть. И, короче, мы сидим, когда на ужине все уже вылетели, там что-то и начали разговаривать. И Беляй говорит, там, Новый год, что-то как справлял? Рассказывает. И когда он про Кока-Колу начал говорить, а у нас в семье, короче, и там я одеваюсь в форму, там, локомотива, сестра одевается в барелину, папа в президента, мама там в мадам, короче. У нас там желания какие-то. Я говорю, да и что вы пьете там? Или лось, что-то. Говорит, что пьете? Он говорит, ну, я там, яблочный сок, сестра, колу, папа, там, еще что-то. Говорит, а шампанское? Я говорю, да нет, мы алкоголь вообще не употребляем. Там, типа, мы там вообще все в шоке. Наши все забыли про этот матч. Ну, что-то такое было, еще какой-то был подох. Он что-то еще, какой-то рассказал, типа, как хоровод там, что-то хороводом. Он какую-то жесть такую сказал. Лось вообще сказал, как я могу здесь что-нибудь выиграть? Говорит, а все закончилось. Не, момент был в игре, короче, он делает подкат. Какой-то там, ну, типа, в мяч жесткий. И тот игрок, типа, на него газанул. И он такой взял в стойку, встал и так начал прыгать перед ним. Я вообще охуел, думаю, что происходит. Просто во время матча сам прыгает, типа, давай. Вот то, что ты говоришь про локомотив, ну, и все, короче. И я уже апатия. Меня, мы съездили в 12-м году, по-моему, да, нет, не Европа, мир. Нет, это было там, Европа, по-моему. Ну, что-то такое, короче, было, блин. Я приезжаю после сборной, сборы в Словении или в Словакии, и Билич был. Я уже понял, Гилю, короче, они уже начали готовить капитанство. И я все уже сказал. Два раза там «Зенит» сказал, и уже с «Спартаком» начали мне уже говорить, что перейдешь в «Спартак» или нет, там, типа, того. И ты уже «Спартак»? Я говорю, все. А до этого меня уже комбарики обработали в «Ромашке», я уже там, банкеты были. С «Спартаками» уже, я уже... Великая. Да, да, в ресторане я уже все уже созрел для «Спартака». Потом встретился с Георгиевичем, обсудили, где он меня видит, как. Ну, и меня спросили просто, хочешь, не хочешь. Что, вы хорошие деньги заработали? Скоро, 8-9 миллионов евро за меня отдали. Это, кстати, самый дорогой сейчас еще до сих пор транс и русского футболиста в истории «Спартака». В истории «Спартака». А тебя не пытались сманить? Мне кажется, у вас как будто одна тусовка была. Так что самое интересное, я сказал, я ушел за титул. Вхожу, кубок... Кучук, да, приходит. Вы кубок России берете. А мы на следующий год, по-моему... А, нет, не на следующий год. Ну, ты, когда мы кубок взяли, мы такие, ну, вот она, проблема. Наконец-то, болельщики, слава богу, глушаков, гад. Несно, спасибо. А где тогда матч этот был, когда кубок взяли? Краснодаре, по-моему, взяли? У Вани? Нет? Нет, в Астрахани, в Астрахани, 15-й год, да. Мне кажется, я прям... Не, ну вы не сразу выиграли. Не сразу, да, 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 там 3-4 года, там хорошая команда. Там какой 3-4, ты уже на 7 лет? Не, ну я в 13-м ушел, в 13-м год, 2-3 года, и вы выиграли. А в следующий раз мы выиграли. Без тебя играть учили. А потом мы чемпионство выигрываем. И потом в Суперкубок забираем на Черкизово. Ужасный был матч, я прям очень расстроен был. Ужасный. А потом вы выиграли в Суперкубок. А потом на следующий год мы. Да, его выиграли. И мы такие опять... Представляешь, у тебя был уникальный человек для российского футбола. Полный стадион Черкизово, 30 тысяч человек, и все скандируют одну кричалку. Охренеть? Я не забил тогда? Ты, кстати, нет, этот промес забил тогда, по-моему. 1-1 сыграли, я помню. Да, нет, это на Суперкубок? Не, не Суперкубок. Другой матч, когда я пришел. Ну, Суперкубок тоже. Другой матч, я хотел сказать. Короче, просто прикольно было. 30 тысяч. Ну, тебе нравится, когда ты поддерживаешь, тебе перекричать. Но футболисты, как он, типа, нормально ли тебе? Прикольно. Нет, я думаю, что... А если бы ты играл, и тебе так кричали, типа, ты такой, о, прикольно. 30 тысяч, оружие, ахуй, типа, ты такой, э, круто. Да? Не, ну как прикольно, блин. Я в интернет захожу, там про меня не такое пишут, нормально тоже. Я вообще не захожу туда, я не хочу. Классно, пишите про меня. Да нет, я в целом, я про себя все знаю, как бы. Я знаю, что если я где-то ошибся, я сам об этом, я себя съем сильнее, чем люди из комментариев. Они вообще не знают, какой путь я прошел, что я делаю, как мне это дается, поэтому то, что они пишут, вообще без разницы. Конечно. О, кстати, вот как раз про Ксюшу было, что там, типа, играешь за красивые глазки и так далее, да? А? Часто же с этим сталкивалась, и как? Я с этим сталкивалась, я сталкивалась с тем, что я вышла за него замуж. На самом деле, столько дерьма вылилось на меня из него. Почему ты на меня посмотрел, Ашан? На меня еще больше дерьма выливалось. Ты у меня ассоциируешься просто. С дерьмом? Спасибо, бля, Ксюша. Я думаю, закрою рот, ты дерьмо. Да. Дэн, вы работаете. Тар, не обращай внимания. Да, я понял. Я и чай просто. А, чай крепкий сделали, да? За бродишей. На компауз сделали просто. Тар, расскажи, с чем ты столкнулась и как ты с этим справлялась? На самом деле, изначально было, конечно, неприятно. И ты пытаешься там доказать игрой, что нет, я все-таки умею играть в футбол, а не светить своими глазками, да? Потом с ним была ситуация, порафинили меня, от меня там отвернулись болельщики ЦСКА, которые прям большие, да, болельщики. Вот. Но те люди, которые знают меня и знают меня как человека, как футболистку, они всегда будут со мной. Ты не сможешь всем угодить. Поэтому, ну, кто хейтит, пускай хейтит. То же самое, как ты. Как ты переломила ситуацию? То есть, понятно, для парня это сложно, для любого человека это сложно, для девчонки сложнее вдвойне, когда ты просто постоянно сталкиваешься с этим давлением, с этими комментариями. Просто не обращаешь внимания, вот и все. А тебе кто-то помогал или ты сама к этому пришла? Нет, просто. Сама. А у тебя была история, что ты закрывала комментарии? Нет, нет. Просто футболисты вот некоторые закрывают комментарии. Я даже не блокирую людей, которые пишут что-то плохое. Знаете, что я вспомнил? Я когда только начинал свой путь в журналистике, а мы в одном издании делали вот эту подборку фотки футболисток, и мы сказали, Коваленко пи***датое. Ей напиши, пускай она скинет там свои фотки. Я такой, ладно. Я вот сейчас пытался ВКонтакте найти, или где я писал, я не помню. Мне кажется, я писал тебе когда-то давно, лет, наверное, там 7 назад. Тогда уже, да, мне сказали. Я прям помню, да. Вот сейчас помню. Нет, Ксюху у нас вообще, ну, правда. А самые красивые, вот эти подборки, самые красивые футболистки. Да, спроси, что писал. А что он, от темы не уходи. А, да нет, там ничего интересного. Скини фотки свои. Там просто голы, очки, секунды, там я какое-то мнение не высказывал. Дим, ты как справлялся? С чем? А у него не было. Что? С хейтом? Да, с песнями. Да, блядь, ты забыл. Какими песнями? Которые вслед тебе летели из прошлых отношений. Слушай, да пофигу вообще. А изначально? Изначально? Да. Ну, я пару раз поотвечал и реагировал только, когда переходили на семейные какие-то, на маму что-то было. И пару раз написал чуваку, типа, что ты там пишешь про мать, давай увидимся, типа. Это было прямо в начале, наверное, отношения с Олей. Написал этому чуваку, и я понял, что он пишет давай, и я приезжаю навстречу, никого нет. Я понял, что кто там пишет, можно? Я понял, что тогда... Это компьютеры, ботты или как они? Вот, он писал по-любому. Видишь, рукой машет мой хейт. Да, и все, я тогда осознал, на кого реагировать вообще, и забил вообще на это. Ну вот, только честно, вы хоть раз писали плохой комментарий к какому-то человеку? Я не как в жизни. Я, наверное, тоже. Да, вообще нет. Что, смысл писать? Ну вот, я просто не понимаю этих людей, что у них в голове, когда они это пишут. Ну вот, да, когда они там выходят, выходит какая-то статья, какое-то интервью, я не знаю, они просто начинают говно писать, что у них не так в жизни, я не понимаю, почему это. Очень многое, ну типа... Не, ну там разная психология бывает людей. Они один раз мне написали тоже какое-то говно, я пишу чуваку, он просто там какую-то грязь мне написал, я пишу, блядь, хорошего дня тебя, типа, вот так думаю, напишу. Он такой, блядь, ты ответил? Ты ответил? Я думаю, это так работает? Типа, он мне пишет, ты хуй, пи***, там просто... Я говорю, хорошего дня, я тебе, типа, думаю, чего ты ответил человек мой? Ты ответил? Он пишет, ура, блядь, красава. Ну он такой, на самом деле, ты такой, красава. А давай футболку ты мне дашь или билет на матч подгони, пожалуйста. Я Кумен Бигги, я начинающий журналист, я очень хочу с тобой познакомиться и никогда не чести с тобой эфиры. Не, на самом деле, я Диме сразу при первой встрече сказал, что я никогда не любил его. Я знаю. Я сразу понял, прочувствовал. Но как человек очень классный, правда. Спасибо. А как игрок, че? Хуйня полная. Не, не, там у меня, я уже рассказывал, была история, когда я захожу, все, ты прошутился? Значит, захожу в архив сториз, смотрю, Тарасов переподписывает контракт, который 17 или 18, 17, наверное, год, переподписали на год. И там с таким условием, что это микроклимат, раздевалки, там вот это все. А я понимаю, что ему уже 70 лет, потому что он не играет. 77, да, было. И я такой, нахера переподписали Тарасова. Ему 30 лет тогда, да, получается, в 17-м был. Да, он, блядь, не соображает. И мы чемпионами стали просто, как подписали. Как мне говорят. В 30, блядь, когда уходил, блядь, мне говорю, блядь, все, старый. Пенсия, да? А я это, какой старый. Я после 30, еще до 35, больше забил, чем все полузащиты в Спартаке, мне кажется. В Химках, где там, где еще был. В Химке, Ахмат, нижний, если... А, нижний, ты же нижний был. А что ты мне тогда говоришь, что я старая, заканчиваю в футбол? А вот к женщинам другое отношение. Ей, тебе рожать пора. Вот, вот. Сейчас еще годик поиграешь. На какого возраста играешь? Еще годик поиграешь? Подождите. Что, ты еще покажешь себя? 40 лет у нас. У нас и Жирков играл, сколько ему? 38-39? Кому? Ну, это да. Ну, я говорю, тоже самое. Футболист? Да. Ну, Игнашевич. На чемпионате мира 37-38. Не, не, у нас тоже есть девочки, которые играют там 35 и дальше. А они почему играют? Это из-за того, что они не знают, что дальше со своей жизнью делать? А кто знает? Никто не задавал им этот вопрос. А вы ни с кем таких ветеранов не обжигает? Я считаю, вообще, это каждый индивидуально должен играть. Почему ты играешь? А? Как кайф вообще. Во-первых, и здоровье. Если ты исправляешься, скорость, травм нет, еще что-то. А если, например, ты играешь... А если у тебя поколение дно, что делать дальше? Да. Ну, реально, если нет футболистов, плюс-минус. А если, например, ты не можешь принять то, что ты уже все... Они искусственные футболисты, они искусственные герои. Их берут и ставят... Невозможно сейчас, как говорят, вот сейчас молодую мы команда, мы ставку на молодежь делаем. Сука, этих менеджеров... Полнейший бред. Даже я понимаю, человек, который не добраясь в футболе. Да, мне говорил, когда я был в Рубине, уходил, у меня Слуцкий сидит и говорит ко мне, Дим, я ставку на молодежь сейчас делаю, говорит, я говорю, Викторович, я помню, вообще проблем нет. Я пойду своей дорогой. Они вылетели в первую лигу с этим молодежью. На следующий сезон. Я говорю, ну вот как? Я всегда говорил, что всегда должен быть опытный человек в команде. Кто-то должен... Я учился, и ты учился. На Ласькове, на Гуренко. На многих футболистов. Сыч, Беляш там закончил. Ну, если по локомотиву брать, да, которые, когда я начинал играть, там, много футболистов было, то ты должен вообще команду строить. Два-три у тебя должно быть опытных возрастных футболистов. Я тоже согласен. Пусть они не играют. Пусть они в раздевалке будут делать атмосферу, там, быть, находиться. В баньку организовать. Гонять, в баньку сходить, еще что-то, пообщаться, фишечки расставить, там, подвигать, как-то, ну... Я это понял, когда Дима рассказал про приход Игоря Денисова в локомотив. И молодежь, средний возраст, и молодежь, которая подрастает и смотрит, и она растет. Не будет балагана. Если они все вместе будут, я был с одной командой, не хочу говорить, это одна молодежь. Нижняя. Я как увидел, это просто... Нет. Не нижняя? Не, не нижняя. Я просто попался в другой команде, я попался в ресторане. Я как увидел, я говорю, тормозите ее. Вы что творите вообще здесь? А им вообще просто... У них нет взрослого, они все на одной волне, у них нет авторитетов, у них нет никого, они что хотят, то и делают. Да, вообще просто, да. Расскажи про свое столкновение с легендами локомотива. Первое, когда ты пришел в команду и увидел всех вот этих вот мужичков, которых ты перечислил. В 2005 год в дубле из интерната, там начал только попал локомотив, там по два-по три человека выдергивали в основу, в баковку. И мне говорят, едешь в баковку. Я думаю, я вообще пофиг, какая баковка, короче. Баковка поедет, там Соснова, я говорю, двухсторонка, короче, еще что-то в середине недели. Я приезжаю туда, там Хохлов, Овчинников, там Лима, там такие футболисты просто. Я всех, которые только Лиги чемпионов играли. А Биора, по-моему, там еще тогда было, я ушел уже, не помню. В пятом не было, не-не-не-не. Я Биора не был, черненький какой-то был тоже быстрый. Паркс. А, не, Паркс тоже ушел уже, не помню. В паркс не был, по-моему, руки торчали, ниже колен, я такие длинные руки у него. Только руки? Это Трауре. Это Трауре. Нет, Трауре это со мной в 2008 играл, я помню. Длинный, я ему первую голевую отдал, моя первая голевая в 2008 с Самарой, помню. Так все помнишь, да, вот эти штуки? На две минуты выпустил Рашид Рахимов. Ой, как приятно. На 98-е под премки, короче, счет 1-0 ведем. Премки полные давали? Вышел, отдал голевую, отдал голевую, и просто выносит мяч вратарь. Прыгает мяч, только я так первым принимаю, просто Трауре отдаю, и Трауре забивает 2-0. На фарда. У меня 10 тысяч долларов премии. Ой, что я сотворил? Купил Миллеру. Ксюм, твои самые большие премки. За игру? Да, 100 тысяч за одну игру. А у тебя? У меня? Нет, 100 тысяч не было, 50. Тысяч 50? Да, 50 тысяч. Дим, премки за игру? Да, самые большие. Но Дэн сказал, сколько 10 тысяч? Вот у меня это в Томске я получил такую премию. Ну это был 2000... И я был вообще пиздюк тогда. А, это тогда в Томске. Так это 2005 год у меня был, не, 5 говорю, 8 год был, 2008 год я дебютирую. Восьмой, а я в Томске как раз восьмой, седьмой был. И вот там у нас какая-то игра была, нам пообещали, если мы отнимем очки как раз у локомотива, нам обещали премию какую-то сумасшедшую. Я был молодой, сидел в развивалке, так опытные сели в банке, такие, и делят там бабки, принесли, они такие, давай, я сижу. И мне с первым... Клим с сундуком сидит, Клим с сундуком сидит. Да, но, если честно, как человека капитана, представляешь, у меня первого молодого зовет, я там вообще вышел, может, там, на минуту тогда, и он мне отдаёт десятку, говорит, все, я их вез, знаешь, их денег домой. Как? Чемодан сдал, дебил. Я не знаю, карты... Не вытащили? Нет, повезло, знаешь, я так потом знал, ну, страшно, я не знал, что с ними делать. Ты что, когда потратил? Не помню, родителям отдал сто пудового. А ты? Дебят. Спрашивай. На одноклассниц, наверное. Да какое, это что, я уже был в 2006-м в СК Ростове, в СК Ростове под задачу команды играл, в 2007-м я уже в Иркутске заработал, у меня уже миллион подъемных тогда был в 2007-м, когда я перешел на тот момент, команда там участвовала, задача была в серединке быть, все, 10-е место, 11-е, зарплата нормальная была, у меня нормально, как бы уже во вторых лигах я под задачу был, у меня там Федьков, Куприянов, Акрошидзе, Юра, которые играли в Зените, Саша Гришин, который, ну, цисковец на телевидении, да, вот, ну, просто они молодые, все, никто не знает, девочки. Я в вашем уровне. А нет, против Барселоны играл. Федьков забил в финале Кубка России против Крэльев, да. Ну, там много футболистов было, как бы, и под задачу играли, Андреев тренер был, Бондаренко тренер с рупором, помните такой тренер был, который с рупором кричал, вот, и я, нет, там нормально было, то, что я уже деньги тогда отдавал родителям, я уже дом перестроил, газ провел, тогда уже, еще раньше, как моя мечта осуществилась, и потихоньку, потихоньку. Денис заражается в Миллерово с криками, нахер печку. Гранату. Все, печки больше нет. Я вспомнил, знаешь, еще историю, какую пробеляя. Я приезжаю в Локо, значит, сборы какие-то были, ну, тогда все были еще, Лось, Сыч, короче, вот эта вся банда, и его взяли на сбор, как раз, наверное, при какой-то, это Кусейра, наверное, был тренер. Они заиграли с Бурлаком, два центральных защиты, да, 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 и еще, ну, ветераны, все были такие прям опытные игроки, но они уже там, Мамин, помню, даже не было. Нет, Мамин мне отдал восьмерку, в 2009-е Маминов закончил. Ну, короче, вот я помню, когда все были такие опытные, и я вот рассказывал, что я боялся в кабинет зайти, когда там они массируются, там, сыщут, я такой, нахуй. И потом уже проходит время, Беляя подтягивают, ветеранчики остаются, я уже там массаж могу сказать, лежу, и, короче, Беляй заходит. Вообще, вот только взяли первый сбор, короче, он заходит такой, у меня такой, помнишь, шаман Владимирович Володя, он там работал, в Волгомедии сто лет, короче. Ну, его там погонял, я не знаю, кличка шаман, короче, да, и он такой заходит, шамуль, а там лось, сыщенка, все сидят, он говорит, шамуль, икорки тирани, забились. Я такой, знаешь, дырка есть массажем, я такой голову опустил, там, не знаю, и мы говорим, выйди, нахуй. Иди об дерево почешись, разотрись. Бля, он реально безбашенный был, я помню эту историю. А кто самый безбашенный был на твоей памяти в команде, в которой ты играл? Да нет, их очень много. Нет, то, что ты говоришь, 2005 года, знаешь, что я запомнил? Что? Меня берут, а я не знал тогда, ну, блин, я с Ники перешел, с Ники перешел, как бы такой, ну, что, блин, футболист, я ничего не видел, какая-то база, все. Прихожу, короче, там двухсторонка должна быть, и я смотрю, Лима просто херачит от углового до углового. Мы там, ну, как все футболисты там от штрафной до штрафной, вот так бегают на пердячем, короче, разминкой. Лима, короче, баллонка, штаны, все. И он просто так на рывке, там, скажем, три круга пробежать. И он эти три круга, короче, мы три напердячим, а он три вот так обогнался, размялся такой раз, кофту снимает, джинс, он мокрый весь в баллонке. Я говорю, а что он делает, зачем он это делает? Размялся, типа? А он, говорит, он в гараже, помнишь гаражку? В гараже, говорит, поддавал, поддавал, говорит, он поддает и, короче, бегает, выгоняет и себе, и потом. Чудак в таком порядке просто, мяч принимает, помп, диагональчик, отбор, все, вообще. Чудак в Роме поиграл, там, такой футболист еще просто. Я вот тогда, думаю, блин, ну как так возможно, а ему лет тогда уже, я не знаю сколько было. Он уже приехал взрослым человеком, он уже заканчивал, да, он там заканчивал уже, я думаю, блин, ну какому паридосе, профессионал, захожу, короче, в зале, работает еще после. Я думаю, зачем ему это надо, он там Италию выиграл, это поиграл везде. Вот то, что ты говоришь, что запомнился, больше всего, наверное, Лима. Ну, понятно, там, Ласьков, там, блин, вообще, там, гений футбола, Дима, Хохлов, там, там, он тогда, думаю, вернулся откуда. Ну, вся команда тогда, Локомотив, она чемпионская, после 2004 года была присутствующая. То есть ту самую, да? Гуренко тоже в Роме поиграл, там, блин, тоже в паридосе. Он не бегает. Я еще с ним играл. Он уже не бегает. Гури? Ножками дает. Конечно, уже, он ничего не сможет вам ответить. Нет, я с ним и играл, как бы, я при нем, вот, мамин, мы играли сколько, да, 2000, наверное, 9-10 года он доиграл, Гурик, по-моему, и все, по-моему. Так что, ну, много хороших футболистов. А кто безбашен, да, блин, а безбашен, знаешь, сколько, блин. Ну, сколько, ну, вот в Локомотиве, вот кто был? Да, Олив. Леги по-любому приезжают какие-то. Олив, ты что, нет? Ну, Олив вообще. Не, ну, поскать, он в последнем интервью сказал, что он на время игры в Локомотиве он торпеды зашивал, типа, он не это. Ну, он зашивал, да. А расшивал тоже в Локомотиве, кстати. Ну, как бы, он и так газовал ее. Кто еще? Олив. Да нет, я не говорю, что только Олив. Не-не-не, Леги какие были? Леги по-любому. Приезжали, которые им давали ку... Да тут же Финини. Гарри Окон. Застал у Конора? Газ, квас мутил ее. Фини был. Кто еще был в Локомотиве? Кайседа? Кайседа, да, мне кажется, не особо, да. Вы, блин, видели, человек после Локомотива через 10 лет еще в Интере играл? Охренеть. Вообще фантастика. Он в порядке. Он мне, кстати, из Луиши напоминает. Манера игры тоже ревоногий, такой же здоровый, к нему мне не подойдешь. А хочешь историю про Кайседа? Давай. Пишет мне смс-ку, короче. Я с ним нормально общался. Он говорит, слушай, где поесть суши, говорит, в Москве. Я хочу поужинать со своей девушкой. Я там, блядь, через переводчик думаю, что он мне там? Там обычно же помогал этот... Все, помнишь, было, много было. Он мне пишет, я так через переводчик с ним общался. Он говорит, давай вместе поужинаем, я буду с своей девушкой. Я говорю, ну я же женой буду, давай приезжай, типа. Еще был ресторан Марадона, может, помнишь? Да, да. Я говорю, вот Марадона нормально там, все. Я уже жду, короче, сижу с женой. И он мне пишет, я с девушкой буду. А он в Феррари или какая у него машина, он привез ее откуда-то, белая у него. То ли Феррари. На Лаборджини. Да, ну что-то вот из этой серии, короче. И такой смотрю, там веранда такая, заворачиваю, сплошные, и за ним две такси были. Ну, я думаю, с ним что-то. Ну, он выходит с девушкой, такая девушка в такой юбке. Таксисты сопровождали. Вот такого роста. И он такой, ну, нормально все. Потом и с такси таких еще четыре, нахуй. А я с женой сижу, я такой, чего нахуй? Он мне пишет, я с девушкой буду. Ну, ну, там поужинаем, пообщаюсь. Он со всеми зашел. Просто, великий, отдыхал чувак спокойненько. Красиво. Красиво жил. Кайс. Это не с одноклассницей в бане есть. Да. Мне нравится, что вот сам это, да. Лучшая защитная ряда. Да. Так все, зачем? Ну, это уже все было наигранное, понимаешь. Я вообще, я... Сыроник, блядь. Слушай, а вот давай, раз мы коснулись этой темы, мне просто интересно. Какой? Подожди. Ну, говори. Серьезный вопрос. Закрыл рот, скажи просто. Это нормально отработает. Есть два человека, которым я хочу задать этот вопрос. Ты один из них. Что чувствует человек вечером того дня, когда вся страна слушает его голосовые? Как справляться? Что ты делал? Ты пошел пить, сел дома закрылся? А это не твой голос? Нейросети? Это, короче, там махинации были. Их резали, еще что-то делали. Чего? Да нет, я что-то... Нет, ну... Слушай, слушай. Да я... Ты с кем-то проводил время, с кем-то общался, кто-то тебе помогал, кто-то поддерживал, сам. Нет, спокойно сидел, взял венца, посидел, послушал. Ну, блин, да, неприятно, да, в магазинах где-то на первое время узнавали, еще что-то стыдно было. Да пофиг вообще. Я сейчас вообще не понимаю, о чем речь. Там просто человека подтолкнули на это. Типа просто твоей разговорщик записал? Да, да. Нет, ну, аудио, еще что-то, знаешь, когда ты там в стрессовом ситуации... Так мы знаем, что ты любишь одну маленькую европейскую страну. А? Я знаю, как. Назови ее. Не, не буду. Оттуда еще Томаш Рассицкий и Ян Колер. Чехия? Угу. А, ну, это понятно, что в Чехии там пиво говорят хорошее. Я ни разу там не был. Да? Вот. Начинаю понимать. Много ребят это даже. А говоришь, не знаешь. Да. Не, я понимаю, о чем сейчас он сказал. Я понял, что он голосовал, но я не слышал, кто этого хер. Да ладно. Везде были, везде просто во всех новостях. Скрыться некуда было. Вот что самое интересное, вот тот человек, который подтолкнул на это все, кто это все замутил. И его уже нет. Он уже сидит в тюрьме. Уже как год-полтора. Ну, и сейчас будет сур. Ну, знаешь как, это все аукается. Нельзя это делать. И он позвонил перед этим всем и попросил прощения у меня. Перед тем, кого посадили? Да. Попросил прощения. Я понимаю, чьей ли это сделано было. Потому что, чтобы я не подливал в те это прессу. Ну, я не такой человек, как бы. Вот первый раз рассказываю, просто говорю. Просто это было неожиданно. Я сидел и мне просто позвонил и попросил прощения человека. А ты просил? И он уехал через неделю-две, да. Он сейчас сидит. Ты просил? Да я вообще не то, что простил. Я закрыл на это глаза. Жизнь дальше идет, двигается. У каждого своя судьба. Я иду дальше с высоко поднятой головой. Я знаю, что я был прав во всем. Нет ощущения, что мог Спартаке еще попылить какое-то время? Так это же не из-за этого. Ну, это не из-за этого. Это сказалось же все равно, нет? Сказалось. Но это сказалось не из-за этого. Это сказалось из-за моего контракта. Почитаешь книги Рабинера. Там все написано. Можно раз говорить об этом. Принесите нам уже книжку с собой. Просто по факту. Я говорю, Рабинер уже такой, типа, а какой номер карты? Куда деньги переводить? Такую рекламу еще никто не делал просто. А у тебя какой процент? Такой же вопрос. Книжный мир на армане атаковали. Я просто не хочу повторяться, реально. Ну, каждому ты не донесешь. Как и мне говорят болельщики. Я говорю, у вас есть вопросы? Давайте встретимся. Давай там кто у них, я знаю, что... Кто брал, даже знаю, деньги, да? Имена там Федора и там эти все из юнов. Я знаю это все, как бы, историю. Но почему я должен каждому говорить? Я сказал, придите и давайте пообщаемся. Сядем и поговорим. Ну, давай сядем и поговорим. Ну, никто же не пришел. Допустим, другая часть там в трибуны пришла. Их там 17 человек. И сколько там? 20 было. Я все рассказал. Ты же сам о Теме прям общался. Тема закрыта. Там Тема Реброва была. Тема закрыта. Все. Здесь есть вопросы. Но они сейчас все прекрасно знают, понимают. После всех, что я там закидывал удочки, там это рассказывал, всю правду рассказывал. Все прекрасно понимают. Так что я не хочу эту тему поднимать. Твои вот эти аудио и все истории. Это все нормально. Нет, это я не для того, чтобы. Я просто просил для того, чтобы понять, как ты себя ощущал. Да, я не в качестве подкола, конечно же. Так, ну, у тебя бы дальше же пошло бы по накатанной. Я тебе просто сразу обрубил и рассказал, как идет это все. А, ну ты можешь стешить себя этим. Но нет, я просто хотел спросить. Потому что у меня такой же вопрос к Дзюбе. Как чувствует себя человек, который стал известен на всю страну за один вечер? Как, вот, вот что? Вот он такой, типа, заходит в интернет, такой, типа, пи***ц, и что делать? И как, как, вот, типа, кому ты пойдешь, что ты будешь, как ты себя будешь? Ну, он нормально вышел, кстати, из этой ситуации. Он фантастичен, на следующий день пошел головы забивать. Он офигенно вышел, ну, типа, чисто. Кстати, женщину очень хвален. Ну, из тех, с кем я общался, они такие... Так я ему, я узнал это в Казани, конечно, вот эти видосы первые вышли. И я ему пишу, б***ь, ну, нахуй, я, типа. Ты поддержал его, да, сразу? Короче, он говорит, ну, я же не просто так, 22-й номер, извини, типа. Ну, он нормально даже там, знаешь, ну, в разговоре он нормально... Хотя, хотя я думаю, что внутри, конечно, это... Да, да, сто процентов. Один приятель вообще снял видео, как они с женой едут, на заднем сене ребенок, и она, типа, такая, типа, наклонилась. Че за дебил? Да, он потом такой... Типа шнурки завязывал? Да, он шнурки завязывал. Господи, придумал, а? Сам придумал или подсказали? Какой же я у тебя триггер получил? Расскажи про школу свою, это, Сокольника, которая легендарная. Это легенда. А, ты не учился там? Учился. А то, говорит, там легендарная школа есть. Да там вообще, ну, это ужасная школа. Ну, в плане класс, который... Одни пацаны-футболисты, и я зашел туда в... Сейчас, 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 вон, шестой или седьмой класс. Я пришел из нормальной школы, я просто пришел со всеми учебниками, с тетрадками, понял? Ты говоришь, дебил, иди отсюда. Они такие сидят, ты что, тетрадки взял, учебники? Пс, хуй, да? Ноги на стол, там, просто встал, вышел, не спрашивают, руки не понимают, я был в шоке. Ну, нормально, школа жизни. Поучился я нормально полгода, и потом тоже забил. Нормально. Алексей, ты где учился? Нефтьюганская школа номер пять. Лучшее учебное заведение в нашем городе. У нас их всего девять, поэтому... У нас их всего одно. Мое было лучшее, потому что я вырос умным человеком, и вот я здесь... Ира поняла следующий вопрос и сразу выпила залпом чай. Чертанова. Чертанова? Да, три девочки в классе, все остальные парни-футболисты. Вау, божаю. Не очень? Не, классно очень было. Ну, возвращаться я бы не хотел, сейчас, в школу. Я тоже. Прикольно было, но не. Просто есть такие люди, которые... Ой, школа, там было так здорово. Капустники, КВН-ы. И вот это все. Не, нахер. Капустники? Что такое капустники? Это когда пирожки с капустой, неважно. Я сейчас с дочкой разговариваю, и я понимаю, как их грузят просто. Я думаю, слава богу, я 12. Слава богу, что я закончил школу. Такая же ситуация. Слава богу, что я закончил раньше эту школу. Что у них там? Их мучают. Зачем это все делать? А миллион предметов. Что-то сдают. Да, блин, писать умеет, читать умеет. И в любом случае даже институт закончит. И все равно по этому институту профессия другая будет. Вообще хрен его знает. Она подходит к вам и такая, типа, помогите задачку решить. Да нет. Это у меня. Нет, она знает, что он футболист. Да. Я вот, кстати, боюсь, что я тоже так. Своему ребенку он подойдет, я что-то ничего не пойму. Ну, она даже грамотно съезжает. Она такая, ну, по учебе мне не получается, я тут пошла в папу. Да, да, да. Хорошо, кстати. Сразу съезжает. Нормально. А чем они у вас занимаются? Да ничем. Учатся, все. Мечтает дизайнером быть. Интерьер? Там какой-то дизайнер. Интерьер, одежда, что-то или что? Да, да. Интерьер, одежда. Хочет эту тему. Интерьер, одежда. Интерьер, одежда. Это разная вещь. Нет, нет. Куда пойдет? Нет. Интерьером она... Одежды. Одежды больше, знаешь, одежды. Интерьер, одежды. Все одежды. Дизайнер, одежды. Ну, это то же самое, что Беремин Малышев. Что-то нормальное, блядь? Врезайте, пожалуйста, сразу на мемы. Нормально. Вы не в одной школе учились? Там меняется. Там меняется. Помнишь, он головой ударился? Это он был. А, тебе, блядь. Слушай, ты правда тренировался с женой, когда не было практики, не было команды? Да. Сейчас? Нет, ну, помнишь пару тренировок, когда Григориан тренировал? Он мне звонил и говорил, позови Дениса. Ну, у него есть такая практика, да, потому что, ну, все равно парни быстрее, они думают, как он думает, что они думают быстрее. Ну, они думают вот так, да, получается? Футбольное мышление быстрее. Ну, ты знаешь. Нет, они когда думают, просто всегда вот так делают. Типа, я думаю. Ну, так и есть. Ксюш. А что? Молчи, пожалуйста. Подожди, сколько раз ты чемпион России? Короче, да, тут вообще вопрос о мне. Подожди, скажи. Тут убило. Нет, это все убило. А что? Обожаю. Короче, Ксюша приезжает домой. Это первое время. Съехал, съехал. И играет. Лет, играем в футбол на площадке. Взяли мяч, что-то побаловаться, знаешь. Ну, она, правда, после там крестов, ладно, там она сейчас начнет. История. Она, короче, несет, такая, хотела отобрать. Хотела отобрать, отобрать, короче, ей раз между. Она разворачивает. После крестов, чтобы понимать. После родов-то не было еще. В смысле? После родов вообще-то. Ты еще беременная была? Короче, разгоняется. Это не рядом. Знаешь, разгоняется, разгоняется, такая, думаю, сейчас вот вообще. Не, второй раз между. Третий. Она такая, да нет, сама упала уже, короче, ржет, что я ей три дал. И она такая встает. Ну все, уже идет. Я ей четвертый бросаю, и сам упал. Просто четыре за одну минуту, брат. Не стрёмно? Не стрёмно? Это просто, это просто. Так она после этого начала играть, и все. Съехал. После родов и крестов. Ай! Нет, звучит в смысле. Нормально, ты же сильнее, ты же мужик. Все правильно. Туда ее. Так будет с каждой. Да, мужики. Нормально. А было в обратную сторону, нет? Нет. А мы больше не рады. Что, ни разу не получилось? Он боится просто. Нет, нет, там все закрыто. Нет, так тренировки женской команды. Как тебе? А так лажал, конечно. Слушай, нет. Я честно... На сборах расскажи, как ты привез. Три из трех. Да, да, да. Не, знаешь, что самое интересное? Когда я там потренировался с ними, да, я посмотрел. Ну там все смеются, понятно, там женский футбол. Но они, Пашу, так же, как и мужики, да, там тренировки, сборы, это уважение, как бы в любом случае это труд. Это труд, когда ты там думаешь, что вот они там вышли, там ногти покрасить на тренировке. Знаешь? Так уже не херачат. Они херачат, как бы, ну, он серьезно. А тренировки похожи? Тренировки, сборы, там зал у них, у них там все есть. Ну, бегают, там, рывки, челноки, интервалка 15-15. Все то же самое. И там, знаешь, когда играешь, они там, говорят, там, потренироваться, как дырку затыкал везде, да, как бы мне все равно игровой тонус нужен был. Тренировался благодарен, да, ЦСКА там то, что там предоставили, тренироваться, все. И у них артега, короче, вот эта нападающая. А у нас администратор там тренировался, ну, у них администратор тренировался, и я из парней. Ну, короче, раз, что-то мяч отпускаю, думаю, да сейчас-то я там напердячим успею. Она мне раз корпус как поставила, и отлетела. Мне, знаешь, ну, как бы стрёмно вроде, да, и ты не можешь. И вроде в полсилы, и вроде хочется включиться. Потом раз отобрала, короче, навозила там, забила. Потом раз я там обрезал, забил. Раз чудак этот, администратор, бежит с ней там на скорости и думает, сейчас играет. Она ему как дала в корпус. Знаешь, из последнего вагона как выкидывает, взяла вот там полу, забровку, и он улетел. Я думаю, я уже, знаешь, начинаю злиться там, знаешь. Включаться. Включаться потихонечку. С ней вообще шансов. Подкатик один давать? Да, да не, не. Там кто-то, там между, да, или что-то, кто-то дал, или обыграл меня тоже в центре. Я не помню. А, ну, знаешь, как ты сильную передачу даешь, не обрабатывают. Если додаешь, не додача. Хотел, нет, перехват, гол. Три просто за, там, тайм три привез, короче. Думал, блин, суперный тет. Да, другие правила в женском футболе. Пошел, сел в баре, подумал, анализировал на следующий день, на вечер собрался. Ну, изначально вот он же думал, как в женский футбол, как его можно смотреть, зачем ты вообще в него играешь? Но сейчас же он думает по-другому. Ну, да. Реально с ней удача. Но у них и скоростя меняются. Я так смотрю совсем. Они меняются. Раньше вообще был дрова. Сейчас понятно, что там 4-5 команд, ну, сейчас хоть более-менее уже как-то выравниваются команды, да, там растут сейчас еще и «Спартак» соберется, да, там банду, наверное, соберут. Встать. Ты из-за «Спартак» будешь болеть? Да. Немаловажный вопрос. Ведь правда же, что... Я не знаю, мне просто сказали, правда это или нет, что Глушаков-ВА вернется в «Спартак». Будет такое возвращение. Глушаков-ВА? А есть такая? Сам факт, его бывшая? Глушаков будет в «Спартаке». У меня другая фамилия. Я Коваленко, я не Глушаков. Ну, пока да, но все можно поменять. Ну... Госуслуги, заплатите нам деньги за рекламу. Пока нет. Быстрая смена фамилий. На самом деле, знаешь что, я вот приезжала на финал «ЮФЛ», девчонки наши играли ЦСКА с Чертанова. Это не от первого случая. Вот, и ко мне девчонки такие подходят с «Зенита» и «Козыренко». Таня, она, да, была в Москве, но не суть. И они ко мне подходят, ну ты же «Спартак» видишь, у меня заканчивается контракт с ЦСКА. Я говорю, а с чего вообще взяли? Я даже ни с кем еще переговоры не вела. Ну, так говорят в женском футболе. Ну, просто скажи, какой номер возьмешь, и все. Ну, наверное, 8. Видишь, как быстро? А повязку тоже возьмешь? Да ничего, я не буду брать. Твою фамилию тоже. А что тебе не нравится фамилия его? Мне не то, что не нравится его фамилия, мне моя нравится. Вот и все. И тебя лучше, да? Конечно. Больше титулов выиграла. И титулов, и... Помежду пропустила, да. И поменьше грязи. Это все слухи. Да, представляешь, сколько прилипнет. Ну, что есть, то есть. Ладно, ждем, когда там, когда команда будет запускаться? В декабре? Не знаю, она уже запустилась, но просто как бы... Набирает людей еще? Не знаю. Контракты не у всех закончились. Давай объявление дадим. Какое? Глушакова хочет «Спартак». Я так, ну, спроси у нее. Подожди, а есть же девчонки, да и ребята тоже, которые играют под псевдонимами, типа у них на майках написано. Вот, может, писать псевдоним Глушакова. А что ты так заинтересовалась? Спартак хочешь? Да не хочу. Да я шучу. Нет, это я тоже слышал. Нет, ну, мне подходит это, говорят, но я еще ничего не знаю. Ну, я уже знаю. Ладно, неважно. В твою карьеру кто самый жесткий тренер? Жесткий тренер? Да, жесткий, вот прям... Очень жесткий. Ну, в каком плане? В плане тренировок? В плане матов? Нет, наверное, в плане того, как он ведет себя с вами, общаясь. Ой, черт. Раньше было, скорее всего... Наверное, все должно быть хорошо, но... Григориан. Расскажи про какую-нибудь историю, миллиард историй про Григориана, что он вообще какой-то бешеный тип. Это видео, которое из раздевалки, где он там ходит и орет. На самом деле, я его вообще обожаю. Вот, кстати, все так говорят. А потом, когда камеры выключаются, такие, типа, короче, сейчас будет история. И знаешь, мы... У нас была тренировка, и мы стоим такие в кругу. Нас еще сфоткали в этот день. Мы такие вот так вот закрыли глаза, и ты ходишь как долг... Клянусь, у меня есть такая фотка. Я хотела в Инстаграм выложить. Тамада прикольный, конкурсы интересные. Но я не стала этого делать. Я думала, что он не поймет. Но в плане эмоциональном он заряжал. Типа по груди узнать партнершу по команде, или что я не понимаю? Зачем мы слепые уходили? Ну вот ты его увидишь, ты его спроси. Ладно, я спрошу у него. Но эмоционально он нас заряжал. Подожди, а вот эта история про деньги, это правдиво? Про какие деньги? Включил, он взял деньги. Ага. И помочился на них. И что ты там еще сказал при этом? Была такая история, но никто не скажет тебе правду. мочился он на эти деньги или нет. Потому что он зашел в туалет и вышел. Они были мокрые? Откуда я могу знать? Были они мокрые? Я чуть трогала, что ли. Ну по ним видно. Ну или грязные они были. Я показываю, как это работает. Вот он выходит. Они вот такие были? Или они были вот такие? Была маленькая бумажка, и он их смял. Как ты поймешь? А рука мокрые? А зачем он в туалет это заходил? Так, покажи мне руку, пожалуйста. Это было в перерыве. Зачем он в туалет заходил? Тогда? Да ты спроси у него. Что ты у меня спрашиваешь? Ну вы-то поняли? Вы как-то в команде это оправдали? Наверное, он хотел помочиться на эти деньги. Наверное, он хотел помочиться на эти деньги. Но не знаю, делал он это или нет. Как бы, почему он сделал это? Какой посыл был? Мотивация. Да, он хотел спровоцировать. Честно, я уже даже дословно не помню, чтобы... Ладно, окей. А пусть мы первое тайм, то есть не очень хорошо играли. И как бы поэтому... Да, он хотел как-то взбодрить команду. Взбодрил? Просто... Выиграли? Выиграли? Да все обманели, такие выходят. Он что, ебнулся, что ли? Как выиграть второй тайм? Будем теперь. На самом деле, об этом никто не думал. Мне кажется, это больше у вас волнует. Они просто привыкли. А самая запоминающаяся установка? Григоряна. Потому что у него там то стихи были, то еще что-то постоянно. То-то трибура. И стихи были, и кричал он. Да что только не было. Он приходил, кстати, два раза же. Первый год он вообще жесткий был. Он прям, знаешь, там мог подойти. У него не было разделения. Стощики или молодежь. А, понял. Не-не, я имею в виду, что девчонок очень легко обидеть. А ему вообще было все равно тогда. Все равно, да. У него был большой перерыв после звезды. А ему кто-то мог ответить из вас? Типа, блядь, ты как это просто говоришь? Ну, прям так, нет. Не, да? Бывало, что он чуть ли не до драки доходил, а потом так, блядь, ты же девушка. Когда он же в футбол? Короче, он идеальный тренер для женского футбола. Ну, вот, я просто не раз слышала, что нас надо вот... Пороть. Ну, не на такой степени. Нет, нас надо держать вот так вот. И поминаю, целым пытался это делать. Ну, мы же женщины, мы любим эмоции. Вот, и он провоцирует нас на эти эмоции. А вы потом выходите, и девять швов на губе потом. Да. Прикольно. Выиграли, выиграли. Зато кубок. Да. Он же привел к своей цели? Привел. С кубком на коляске приезжает домой. Ты помнишь какую-нибудь установку Семена смешную? Реально, я сейчас просто вспоминаю, вот, говорим про установку. Из тренировок кто, блин, самые такие установки давал смешные? Говорят, Семен мотиватор, но я не знаю, у вас еще там и Билич, и Каусейро был, и Бо, и Билич, кстати. Я помню, что Семен всегда... Фамилия, помнишь, он коверкался? Да, да. Я Билич запомню, знаешь, чем? Вот всегда установка была... Вратарь. Добро. Да. Гуд правая нога. Он хороший. Он выбивает. Он ловит девять. Он защитник прав. Добро, ой, Добро, очень хорош. Он бежит там, он подает право. Он центральный... Ой, Добро головой играет. И это топ-топ. Короче, сборную мира называет. Выходишь против отборной... Все супер, короче. Вот это я вот в установке запомнил у него всегда. И каждая установка в тот порядке. Это вся команда у него в порядке. Соперников, я имею в виду. Вот это я запомнил. Блин, кстати, я сейчас подумал, что Семен путал фамилии, и Глушенков у него уже в 2010 году играл в «Локомотиве». Слушай, я вспомнил Семен одну установку. Короче, не помню с кем. Помнишь Маренича, футболиста? Конечно. Вот. И у нас встановка, короче, он по... Неделю назад звонил. Да? По видео постоянно мне набирает, он мне надоел ее уже. Про него история. И Семен такой смотрит, типа состав их там, братаря называют, и слева у них играл фамилию, не помню, Болгарин какой-то. А он говорит, вот этот игрок, говорит, это Болгарин. Потом такой, справа, Маренич. Такой смотрит, смотрит. Тоже Болгарин, говорит. Потом подумал, взял, что-то как-то. Тоже Болгарин. Углубился, так сказать. Так, и что? Какие еще установки были? Ну, фамилия... Типа, и вот что вот он такого находил, что сказать, чтобы вы прям пошли и уничтожили соперника? Да, Палыч, мне кажется... Ну, ты сейчас не вспомнишь в любом случае. Да, конечно. Мне Палыч кажется, не то, что даже там мотиватор, да. У него огромный опыт, большое имя. У него он другим, мне кажется, брал. Он брал атмосферой в команде, в клубе. Знаешь, мы собирались на базе, там, шашлыки, пиво ставил, вино, посидели. Говорит, семьи не завистили. Знаешь, такая семейная обстановка, атмосфера. Плохой результат, вот так, раз. Сейчас, вот, что про взрослых касается. Мы проигрываем с «Зениту». Помнишь, мы выиграли 4-2? Лось. Он даже вообще... Это при Палыче это было или при Коусе? Не помнишь? Это Коусе был, когда разбился локомотив хоккейный. Да, да, да. Через несколько дней. Лось тогда зашел в раздевалку, разнес пух и проход просто про взрослых. Сказал, вы там такие-сякие, вы что вышли, там, в такой день, там, это, все. И команда вообще переобулась, и все. Ну, я думал, Палыч тогда был. Ну, просто то, что взрослого взяли. Вот. Что, Палыч? Ну, блин. Он любил просто пахари, чтобы все пахали и работали. Вот больше, там, я не сказал бы, что он, там, знаешь, там... Каризма какая-то есть у человека. Вот есть дух победителя. Вот я на тему и брал, мне кажется. История еще из 2004 года. Футболисты рассказывали, что проигрывали «Динамо» в Петровском парке 0-2 после первого тайма. Палыч зашел, раздевал, говорит, вы что, игру сдаете, что ли? Они такие, ты что, охренел, что ли? Вышли, выиграли 4-2 ее. Тоже, то есть, как бы он такой, типа, завел, они такие, типа, ну, как-то по самолюбию бьет, что, типа, что, мы игру сдаем, что ли? Нет. Вышли, выиграли ее. Ну, ты знаешь, это то поколение, наверное, понималось. Сейчас вот скажи так. Похуй бы. Ну, реально. Это то поколение, которое не любило проигрывать, не умело. Ну, не все, не все, конечно, но большинство, да, я согласен. А вот ты сейчас, получается, Спартак? Кострома. Да, да. Ну, другой. Кострома. Ты теперь лидер в раздевалке? Да нет, опыт. Просто, ну, туда это такой проект, как бы, да, есть общие друзья, которые познакомились с президентом. Там все было печально, ну, и сейчас, да, печально. Понятно. Без игровой практики заявка заканчивалась, сказали, вот, надо попасть, там, помочь в серебро. У команды шесть очков, там, блин. Но там тоже молодежь. Команда только зашла. Там молодежь, там вторая лига, это вообще другая жизнь. Это другое вообще все. Просто все другое. Я как бы не хочу там, да, говорить, коверкать, но это не та вторая лига, когда я играл в 2006 году, да, допустим. Это не те, там, амбициозные, там, опытные футболисты, которыми я играл. Это вообще другая жизнь. То есть это делают, типа, ставку на молодежь, обкатать или еще что-то. У них у всех свои разные задачи. Я, кто, что там попал, ну, блин, на два-три месяца договоренность была до конца, вот это очень... Попадем мы там дальше в шестерку или не попадем, но там с последнего места очень тяжело. Команды хорошие, бюджеты хорошие тоже. Руководитель клуба, у него своя задача, да, у него свое видение. Он любит, там, Динамо Киев, да, Блобановского. У него там свое, хочет свою подготовку сделать. У него свои идеи, мысли. Он главный, как бы, президент. А ты видишь уже отличие подготовки? Он хочет, он хочет видение у него свое, он хочет по-своему, да. Это как говорят, да, там, допустим, про Краснодара Галецкого, да. Он там влазит, говорят, да, в тренировку. Ну, я не знаю, как слухи ходят. Да, он там мечтал о своих молодых... Ну, это мое мнение, как бы, о своих молодых футболистах, о своей академии, школе, что он выиграет со всеми воспитанниками чемпионат. Но мы сейчас смотрим, что Краснодар на первом месте, но воспитанников, да, они играют. Но они играют, когда добавились частично опытные, хорошие, там, легионеры, хорошие футболисты. И там уже идет смесь. Да, молодость, хорошие футболисты компенсируются. И тренер, да, там, играет. Я не знаю, как он там участвует, не участвует. И здесь ты не можешь тренировочный процесс нарушить. Допустим, ты пять тренировок, три, десять тренировок сделай. Ну, блин, есть футбол, есть методика футбола. Ты ее не обманешь. Не надо выдумывать велосипед, когда за тебя его уже выдумали давным-давно эти легендарные тренеры. Да, вот зимние сборы посвящены были велосипеду как раз. Ну, я не был на сборах, я наслышан, да, велосипед крутится. 40 километров. Но тренер, тренер видит, президент видит, что, допустим, и тренер, и тренерский штаб видит, что велосипед даст пользу футболистам, большую нагрузку. ММА. Смотри, ну хорошо. Ну, это силы. ММА, это координационные действия, там, еще что-то. Поломанные уши. Типа, чтобы футболисты были храбрые, там, в единоборствах они участвовали сильнее. А как ты погрузишь уже? Слушай, слушай, но есть вар. Есть вар и судьи, как бы, вообще, как бы, только чисто я считаю это стрейчинг. Я это переобману. Стрейчинг. С на угловом проход ноги дал случайно. Я выпрыгнул, у меня шишка. Сборы не проходил сразу. Сборы не проходил, да. А вот команда на дачу к президенту зачем ездит? Чтобы в футбол с ним поиграть? А там база. На дачу? Нет, там большая. Дим, есть у кого-то дома побольше, чем у тебя? Да, там по 3000 квадратов. Два дома. А он не хочет купить дом? Нет, смотри. Чисто базу его сделал. Не, не, это все понятно. Шутки нет. У него, понятно, там есть дома, футболисты живут, маленькие домики для семей строят. Сейчас поле построили. Там большие планы, короче. Большие планы. Планы, он хорошо, он как бы хорошая идея, специфика, то, что у меня спрашивают. Для футбола там есть все. Для футбола все как бы, и то, что спрашивают, как ты видишь, ну, типа, специфику. Прикольно, все хорошо, но есть президент, мое мнение, президент, он должен заниматься, да, там, бюджетом. Он должен участвовать, согласен. Но должен быть главный тренер, и тренер, там, допустим, по физподготовке, там, тренер по вратарям, это другая история. И у них требует результат, но не может президент отвечать за финансы, тренировать и все это делать. Это можно попробовать, потому что, ну, он главный, он заказывает, он платит деньги и заказывает музыку. Ну, окей, не проблема, но результата пока нет, надо анализировать. Они сейчас анализируют, они хотят выстроить концепцию, они хотят построить новый клуб, они хотят, ну, какую-то... Я думаю, просто сам фанат какой-то футболу, и поэтому хочет... Он сам хочет играть, он хочет воплотить все в жизнь, он хочет, он бегает, он прыгает, на велосипеде катается, он всеми видами спорта занимается. Нет, в этом плане вообще нет никаких... Ну, хочет человек попробовать, это его шанс, ну, он захотел, ну, пожалуйста. Ну, как бы, здесь вот такая вот история. Все там смеются, понятно, ну, футболисты... Нет, письмо от его потрясающего точно тоже. Какое письмо? Тут очень долгое. Ну, в общем, суть в том, что основным отличием нашего клуба от других ФК является наличие философии. Ну, свое философии, он хочет, он видит, он фанател. Ты разделяешь эту философию? Слушай, динамики, я, может, ее разделяю, но некоторые... Он не привык. Я этим не занимаюсь, я сразу могу сказать. У меня была договоренность так, есть футбольные тренировки, я тренируюсь. Вот все, велоспорт и там это, это, это. Я не участвую. У меня одна в день тренировка, у нас свои договоренности. Ребята там просто, я тебе говорю, вот так вот у них. Они приходят на тренировку, они умирают, а им тяжело. Ну, прикинь, мы отыграли игру, приезжаем на следующий день 8 километров. Без выходного. Просто бежишь 8 километров, можешь по городу бегать. Нет, у Шилософии неплохая. Офигенная бы шаги. Для молодых, да? Чтоб тошнило от футбола. Чтобы ты понимал, через час они переодеваются, у них велосипед 50 минут, разный интервал, а вторая группа в тренажерке занимается. Это, стой, это подожди, потом меняются группы, потом ММА, к примеру. Еще. Но они готовятся уже к следующему. Не, а это кто ведет все? Это тренер по физподготовке или он сам это? Ну, есть тренеры, у него специальные по видам спорта, по физподготовке, да? Давай ты ответишь на один вопрос, и будет все, в принципе, плюс-минус понятно. В ближайшие 5 лет Спартак и Стромама увидят в премьер-лиге? Да или нет? Если поменяется концепция клуба, тренерского штаба, я имею в виду. А так развитие, я думаю, тяжело будет. Ну и все, в принципе, все понятно. А ты уже думаешь, ну, ты уже по-любому думаешь о завершении карьеры? Имеется в виду, ты думаешь о завершении его карьеры? Типа, где деньги брать? Нет. Давай, может, я в Спартак перейду? Нет. Думал уже, что будешь делать? Вот же они, мои золотые. Причем мы кого-то накинули. Листья, листья. Только они должны быть золотыми потом. Да нет, мне понятно, что там хочу тренировать, это все хотелки, хочется попробовать себя, да, тренером, хочется в разное направление. Я уже думал, там команду сделать в медиа-лиго банщики, как спонсор Дэйти Банщики. Серьезно? А что, не только Родина должна участвовать? Бей-беги там или какой-нибудь Броки. Кстати, бей-беги закончили, да, все умерли? Вроде, да. Народная команда есть, опять же? Нет. Вот. Народная команда здесь сидит, как брат. Вот. Нет, банщики какие-нибудь, банька там, какую-нибудь команду назвать, вот. Ну, что-то можно придумать. Вот. Это понятно, это все так, игрушки. А так, конечно, тренировать хочу. Вижу себя тренером, не знаю почему. Главным тренером. Конечно. Дивольно. Знаешь, что я хотел спросить? Он закрыл свой рот. Я хочу про женский, этот, про женский футбол говорить сегодня много. Пойдем, тогда пусть они пообщаются. Я хочу поспрашивать, я хочу послушать, что они будут говорить. Потому что на самом деле есть же очень много факторов, по которым женщины не могут играть. Беременность. Один из них. Почему можешь? Ты, ты понятна. Я что тебе? Нет, ну, типа, как продолжить карьеру? Как вот, платят ли вам деньги, кстати, ту же зарплату, пока вы беременны? Нет, на самом деле, вот, если брать клуб ЦСКА, не знаю, как там было в локомотиве, там, у Кожниковой, у Коровкиной. Это все нормально. У нас было вообще все замечательно. Тебе платят зарплату, тебе помогают, ты можешь тренироваться, делать, что хочешь, по сути, да? Потом ты приезжаешь, тебе разрешают брать ребенка на сборы. Да, это я видел сам, да. Да, в этом плане. И мужа еще, да. Даже такого. Даже такого. А они оплачивают это все потом? Да. Меня нет. Ну, нет, его нет, да, там, доплачивают. Они знали, сколько ты зарабатываешь, поэтому можно было. Вот, но в этом плане ЦСКА вообще просто тебе стилит такую, самому сломану, поэтому. А есть такое, что, например... Рожаю не хочу. Имеется в виду, что тренер подходит и говорит, типа, Ксюш, можешь пока, это у нас там важный период сейчас в чемпионате, можешь пока без детей, как бы, доиграем, а потом уже давай. Нет, знаешь, как у меня спрашивают, вот у меня контракт заканчивает на сколько, на год или на два? А, вот. В самом плане, ты будешь еще рожать или нет? А ты чего отвечаешь? Я с вами. Она говорит, иди к мужу, говорит. И потом на установке сидит с двумя такая. Иди к мужу. В Спартаке. ЦСКА такие, ну ех, макарек. А вот... Раз в месяц... Да, и что? Бывают такие периоды... Можешь я в туалет схожу пока? Да, давай. Я знаю, что ты хочешь спросить. Ты можешь ответить. Алло, туалет? Закройте Диму Тарасову, чтобы он не выходил от этого. Спасибо большое. Раз в месяц женщины испытывают некоторые, так сказать, проблемы. А как в такие периоды? Особенно, если, например, ключевой игрок в команде... Денис, расскажи. Он тренируется и... Не, он записывает голосовые. Типа, Карера пришел. О, мой капитан. Это понятно. Вату катает. Вату катает. Ну вот, да. Первый день вату катаешь, а потом все нормально. А, да? Просто это иногда же может застать тебя накануне какой-то серьезной игры. Да. И ключевой игрок выпадает. И как играть? Знаешь, как было тяжело? Возможно, ну не знаю, я расскажу, короче. Вот. Первый день цикла там, да? И мы играли тогда в Краснодаре. Плюс 40. Оу. Мне так было плохо. Я проклинала все. Если честно, я думала, в обморок упаду. Это тяжело, но это возможно. Угу. Мы женщины. Все возможно. Да. Но я могу сказать, что у нас были игроки, которые во время месячных выдавали свои лучшие матчи. Да, кстати. И мы такие, типа, пожалуйста, пусть совпадет с какой-нибудь важной игрой, чтобы ты там просто носилась. Все индивидуально. А знаешь, почему у них голова отключается, они играют? Мозг отключается, они играют на просто расслабоне вот так. Прежде чем подумать. Просто подумать, если еще домой ехать. И думают о другом. Не о футболе, а о другом. И оно все получается. А когда они думают о футболе, то как и же. Ой, так, чужие. Вечерело, да? А мне рассказывали про женский баскетбол. У них есть такой лайфхак. Это как, типа, употребление допинга, наверное, можно засчитать. Но они беременеют, и у них гормональный какой-то прям жесткий какой-то выброс идет. Они показывают свою лучшую игру, и потом в какой-то момент делают аборт, когда, типа, это еще можно сделать. И все, и как бы дальше. Ну, на самом деле, считается, когда девушка там забеременела, первые три месяца идет очень жесткий, да, скачок гормонов, и тебе, наоборот, плохо. Ну, вот я говорю по себе, например, да, когда я восстанавливаюсь с крестами, и первые три месяца я просто готова была умирать. Мне было так тяжело. Я понимаю, что я вроде бы делаю обычно какие-то упражнения. Ну, в любом случае, ты знаешь, когда восстанавливаешься с крестами, они не бывают легкими. Но при этом мне было так тяжело. После трех месяцев, когда у тебя уже вырос, мне вообще все легко давалось. Наоборот. А ты прекращаешь игры тогда, когда узнала о беременности, или через какой-то промежуток времени ты заканчиваешь? Ну, то есть ты какого-то... Все по-разному. Ну, ты до какого месяца играла? Прямо играла? На шестом вышла. На поле на шестом месяце? Да. Я же говорю, тренировалась с командой. Я бы, она просто тренировалась для себя. Ну, я была с крестами, я не играла игру, потому что я же с крестами. Квадратики. Но я был в шоке сейчас. Ты не переживал? Я переживал, конечно. Как ее остановить? Я уже и так, и сяк. Она говорит, я хочу тренировать. И я вижу, она там пыжится, тужится. Подкаты. Вот это все, да. Четыре между получила. Еще. И это не успокаивает. Она все хочет. Это было после. Не, ну просто реально, когда у нас в женском футболе начали узнавать, что Ксюша с Денисом, как бы, там уже ребенок. Все такие, о, ну Ксюша больше не вернется в футбол. Да, кстати, все ставку стали, что я больше не вернусь в футбол. И потом просто она возвращается и играет. Такая, привет, сучата. Она хотела просто показать. Это было. А сейчас что? Что сейчас? А сейчас продолжается по накатану, она доказывает? Нет, я люблю это дело, мне нравится. Почему нет? Я могу совмещать. Я поняла, что я могу совмещать. Я могу быть хорошей мамой, могу играть в футбол. Почему нет? Она же хорошая мама. Да. А ты хороший папа. Ну это к ней вопрос, пусть скажет. Пускай она расскажет правду. Хороший дровосек, это мы уже поняли. А отец? Нет, ну и на самом деле хороший папа. Было такое время, что, знаешь, ну когда я, например, я же сразу пошла тренироваться, у нас были сборы. У меня был такой период, что я ездила, я не ночевала, там, девчонки уехали на сборы как раз-таки перед Лигой чемпионов. Девчонки заехали на базу, а я, получается, вставала там рано утром, ехала на базу, тренировалась две тренировки в день. Потом приезжала домой, еще ночь ты не спишь. И я такая ложусь в прекрасный день, там, за день должна быть, должен быть выходной. И я такая лежу, думаю, днем посплю, наконец-то, знаешь, ты такой весь уставший, кормишь грудью. Не смешно вообще-то. Вообще смешно. Вот. И я такая лежу, и понимаю, меня просто вот так вот прищет. Я говорю, девочки, пожалуйста, я даже встать не могу, говорю, принесите мне, пожалуйста, градусник. Они мне приносят, я такая, лежу пять минут. У меня просто тридцать девять, там, с копейками. Мне просто организм сказал, ты че ебутая. И все, я вот такая поспала денечек. То есть, когда муж говорил, ты не снушала? Нет. Когда мне мой организм говорит, тогда я понимаю. А вы знаете, когда я прихожу на какую-то программу, она закрывается. А ты еще ждал, да? Ты такой, я, 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 я. Пусть ребята поработают чуть-чуть еще. Я вас предупреждал. Вот эта дуть была, помнишь, программа закрылась. Потом, потом еще какая-то, короче, мои последние выпуски раз чик-чик-чик-чик закрывались. НТВ плюс, помнишь, тоже схлопнулась. Какая? Сходи на матч ТВ. Да. По-братски. Экспертом. О, тебя же зовут, кстати, вот на ближайший матч. Локомотив спрятаться. Пойдешь? Нет, у меня же игра. Когда тебе это мешало? Сходи. Расскажи, как ты в Кимках убежал на медиа-игру. Что за исцель была? А вот это мне было интересно. Да, это показано. А что, у меня был контракт подписан, что у меня все права принадлежат мне. Я такой подписал контракт. Игра закончилась, он уехал. Короче, он меня меняет тренер, там что-то кричит. Как зовут тренера, чтобы мы понимали? Ну да, типа, а что кричал? Ушакова, книги в книге написано. Нет, я уже потом, в принципе, плюс-минус понял, о чем речь там была. Как хотели, чтобы я чуть-чуть... Опять какие-то заговоры. Вот, типичный спартаковец. Да. Он заменил меня и думал, что я уехал, короче. Зашел в раздевалку, просто говорит, я тебя что, заменить не могу? Я говорю, можешь заменить. Что ты не подошел руку пожать? Подожди. Я бы подошел, честно, в тот момент руку пожать. Когда я уходил с поля, он стоял на краю, да? И когда я подходил, он взял, развернулся и пошел туда. Ну, иди тогда, ну, стой на месте. Я бы подошел, бы пожал руку и пошел бы там. Ну, заменил, заменил. Мне вообще пофиг. После всего, то, что я прожил, вот это вообще для меня мелочи, слезы. А он раз и пошел туда. Я зашел в раздевалку, он думал, что это... Он зашел. Я что, заменить не могу? То-то-то. Я сижу, а я спокойно, как кофеечек уже взял. Пиццу ем такой, сижу такой, можешь? Заменил счет 1-0. Выходят, там еще 5 или 6 закинули. Короче, я такой думал, блин. Короче, раз... Он думал после этого... Это в перерыве было? Это было в перерыве, да. Все, там остается уже 5-6. Смотрю, блин, я никуда не уезжал. Ну, смотрю, 6 там сколько. Я взял спокойно. Уехал. Там игра начиналась, потому что я понимаю, что игра начинается, там, реалити-игра. Я думаю, ну, ладно, вы хотите шоу, я сейчас тоже буду шоу делать. Я уже назло просто поехал. Я поехал туда, поиграл, все, отыграл. Ну, и в кофе, танцы никакие, ты сам себе принадлежишь. Да, все, президенту позвонил, говорю, ну, он хочет шоу, я тоже хочу. Говорю, будем тогда делать, юморить будем, и все. Вот он уехал, ну, и потом в разбор игры, там, я уже рассказывал, там, Лантрат начал тоже его, короче, прессовать, там, все его начали прессовать. Мне уже жалко стало, как бы, тоже, значит, понятно, что я там уже доигрывал. Но все равно не прикольно, когда тренера гасят, типа, всей командой. Никто его не гасил, он сам себя гасил. Просто ему уже объясняли и говорили, что тренер, так, мы не сможем играть в футбол. А что он не так делал? Слушай, там, блин, ну, команду не он собирал, другой тренер. Тренер видел, что от обороны будем играть на контратаках и вперед играть. А он, наоборот, хотел играть в атаку. И там играет у нас там, при всеможем, Леха Никитина, Волков там играет. Ну, блин, Таро, сейчас ты выйдешь, а не как они побежишь, или, может, побыстрее даже. Спасибо. Но ты не можешь... Объясни это ему. Верю в тебя. Ты не можешь, ты не можешь... До сих пор. Ты не можешь просто... Сейчас ты приходил, подожди, сейчас. Ты не можешь... Куда он побежит? Сейчас. Я максимум до туалета могу добежать. И то вот так. Рывочек, мы видели. То, что это... А там впереди три быстрых, к примеру, с локомотивом. Я понимаю, что... Ну, ты понимаешь, что в три-в-три оставлять, это убийство. Они говорят, мы не можем так играть. Ну, и все. И, короче, все начали ему объяснять, вся команда говорить. И как бы... Я вообще молчал. На теорию. Скажи, за что ты меня заменил? Я тебе покажу. Ну, покажи тогда. Ну, и вот началось. Я ему так и не показал в конце, в итоге, за что он меня заменил. А у меня там техника тактическая, чтобы ты понял, 100 из 100 все точные передачи. Я пробежал за 45 минут, чем больше, чем некоторые игроки за 90 минут. Ну, и, блин, такая история какая-то, знаешь, нелепая, глупая. Ну, и я думаю, что просто хотели, чтобы я чуть-чуть тоже и в зарплате упал, и еще что-то. Застал же тот момент, когда игроков просто начали так потихонечку оцеплять, говорить, что... Ну, конечно. В химках? Да, да. Ну, и что, блин, ну, вылетели в Перу или... А как это было? Типа как, вызывали на разговор или просто письмо прислали? Я там дальше не знаю, как все было вообще. Ты не общался с ребятами после... Ну, блин, у всех своя жизнь, своя судьба. К кому-то говорили подвигаться в зарплате, кому-то не устраивало, что-то еще. Ну, кажется, своя правда. Ну, когда сборы. У всех своя правда, как бы, я не хочу там осуждать. Это концепция клуба, как бы, в принципе, мне и химки, я благодарен за все, все сделали, все хорошо, прекрасно. Ну, они выбрали такой путь, я такой. Я, может, и вернусь еще в химки. У меня нормальные отношения и с президентом, функционером клуба. Ты что, реально говоришь, что ты вернешься? Ну, как игрок. Ты хочешь играть? Ты еще хочешь играть? А что, нет? Хотелось бы поиграть. Да он реально не знает, что делать дальше. Он такой, можно я еще поиграю, пожалуйста? Я пока не придумал. С чем я татары пойду ведущим? Это вы не можете найти общий язык. Мы с ним? С этим? Мы с ним, блядь. А он смотрел, он смотрел. Ай, понятно. Слушай, а с плохими тренерами понятно. Это Билич и... Да нет плохих тренеров. Да ну не надо, ну... С кем тебе было некомфортно? Некомфортно? Да, некомфортно. С кем? Наявление. У меня их столько было, я даже забыл. И руководители тоже нас интересуют. Давай про Ольгу Юрьевну не будем. Не, ну да, про руководителей поговорим тоже. А что, Ольгу Юрьевну? Да. А что она? Да что, она вообще... Топ. Поле отдала. У меня с ней хорошие были отношения. Всегда общался. В Миллерово, конечно, благотворительный. Ее в Миллерово построил стадион. Я с ней просто подошел в самолете где-то, летели. Дэн же прямой человек. Поле отдай. Пивка выпил где-то, сразу раздухарился. Ольга Юрьевна, какие планы на поле? Вы сейчас будете поле менять? Куда дадите синтетику? Она мне такая, пока не знаю, там ходил кто-то. Я говорю, Ольга Юрьевна, я хочу в Миллерово стадион построить. Отдайте мне, пожалуйста. Она такая, ты серьезно? Я говорю, ну да. Я его заберу. Вы его замотайте, закатайте. И отправьте, а я там заберу. Не, я машины найму, все, вы только его разберите, порежьте. Говорю, и я его увезу. Она такая, да. Я говорю, еще и крошку, когда будете поле, я ей крошку заберу. Уголь, если есть. Вот у нас генич такой же, кстати. У нас вот обычный какой-то реквизит в фавильоне есть, он его всегда себе увозит домой. Вот и все. И поле до сих пор благодаря Ольге Юрьевне существует. Дети тренируются и играют. Я по поводу руководителя ничего не могу сказать. Ты, кстати, спроси, Ир, ты хочешь еще в футбол играть? Он тебя пригласит на турнир. В Миллерово? Да. Кстати, в Миллерово, Таро, не хочешь, бежим поехать? Я не смог тогда, когда ты в тот турнир. В том году? Не хочешь, хочешь, поехали. Я понимаю, что я не играл в футбол, позовите меня куда-нибудь. А давай тебя ведущим поставим. Давай. В этом году. Я дорогу беру. Но он не очень ведущий. Да нет, мы тебе там... Да нет. Я тебе банка из самогона буду отдавать. О, давай. И углю. Все, погнали. Давайте там еще и подкаст снимем. И углю. Нормальная история. А когда у тебя будет? За много кто будет? Ну все. Когда у тебя? Сейчас я решаюсь. Одну женскую команду хочу собрать в этом году. Нет, извиняюсь. Ну там 12 команд, все в один день. Тебя все-таки сломали, да, женскую команду теперь ходишь? Ну конечно. Ну пусть поиграют. Поработали. Погнали? А когда будет? Ну вы скажите, если что, мы можем замутить, что нормально. Нет, только планируется. Таро, можно кого-нибудь взять. Потом банкетик посидим. Баньки. Деревня топ. Все сделаем. Рядом уверена, что тоже хорошо. Все, погнали. Давайте. Когда? Дима. Зима? Сейчас нам только с Димой надо договориться, потому что у него такой график. У него съемки все делают. Да, он такой деловой человек. А то я с Димой поговорю, узнаю, когда даты были. Понял. Конец... Мы наладим. Не переживай, сами разберемся. Взрослые люди. Конец ноября, середина. Я как разобрались. Два месяца ему писал. Пока середина ноября, у нас чемпионат идет. У тебя закончится сейчас. А, да, подожди. На последний матч. Понял. Если я не играю, ты не знаешь, что чемпионат закончится. А ты досрочный чемпионат. Как, ну, настоящий, нормально. А кто чемпионом станет в этом году в женском? Ну, я надеюсь, что ЦСКА. А кто еще? А что, там плотно идет все? Нет, ЦСКА сильный, да. ЦСКА, Зенит, а кто еще? ЦСКА, Зенит и... А что, Локомотив совсем там? Ну, последние два года. Нет, они хорошие. Хорошие, хорошие. Спасибо. Люди, люди хорошие. Они, мне кажется, единственные, кто выиграли суперкубок, чемпионат и кубок. У Иры все есть, кстати. У нее полный комплект. Который человек не играл, да? Вопрос, сколько минут? Я, да, я... Ну, нет, кубок Россия до этого выиграла. Нормально, чемпионат России до этого нормально. Я подумала. Нормально, у меня было, было. Карьера у меня хорошая была. Была. Да, еще сколько будет. Подожди, да. Спасибо. Сейчас едешь в Миллерово, тебе самогонкой польют колено. Там, все, у тебя болит. Все играть. После этого? Я не пила самогонку ни разу. Я с тебя интересует это. Я не пробовала, я вам пробовала. Даже не пробовала? Не решается. Он тебя не уговаривал? Нет. А ты, я думаешь, пью вообще каждый день? Не, ну ты же пьешь. Не, я видел тебя на заборе, ты где-то в Москве. На заборе, да. Бывают какие-то места. Висел на заборе. И то, смотря, когда компания такие, дяди взрослые приходят, говорят, ну что, давай самогонку. И нельзя отказать, да? Да, и ты такой, ну давай. А потом сидишь и думаешь. Что, на Урганта носил же, да? Было такое? Да. Кстати, знаешь, я же рассказывал, что... Нет. Ты что? А, в книге, наверное, я не читал. Мы пока здесь сидим, я еще не сделал, я прочитаю. Туда то, что к Урганту, там все выпили, весь самогон, короче, после чемпионства, все нас с Федуном зовут, мне звонят и говорят, ну идешь на Урганта. Там завтра, там то-то-то. И я такой говорю, и банку, говорит, самогон возьми. Я говорю, где ее возьму? Все выпили, говорю, все, блин, просто. Я говорю, давай воды нальем, спокойно закатаем. Какая разница, привезем шляпу эту и все. Он такой, сейчас, подожди. И там Урганта эти все говорят, не, не, надо чистый самогон. Реально, чтобы был вот самогон. Ну, где брать, блин, что делать? Я звоню друзьям, те, короче, находят самогон, берут самогон, отправляют автобусом. Если поездом там, он приходит к съемкам, отправляют автобусом ночным. Он приходит прям к съемкам, чудак забирает на вокзале, где-то привозит в Останкино. Я сижу, я говорю, это въезда, жду самогонку, когда привезут. Он говорит, я вот еду, подъезжаю, самогон везу. Банку самогона. Ну, Федун уже зашел, я такой с банкой самогона в пакетик такой, говорю, вот самогон привез. Он говорит, серьезно, настоящий? Я говорю, блин, целая операция, говорю, оттуда привезти туда-сюда и привезли настоящий самогон. Они реально открыли самогон, пили самогон настоящий милеровский. Он хороший, реально. Все говорят, знаешь, как вот выпиваешь, все, пьешь, там, отдыхаешь, веселишься, там, ну, как-то так, все, на утро все хорошо. А когда встаешь, как будто тебе, знаешь, колодец со штрафного в голову дал. Встал и упал. Про Ахмат давай. Ахмат Сила? Ахмат Сила. Своей жизни не зря съездил, смотри, научился. Расскажи, как ты меня обманул. Он был тогда в Ахмате, у меня тогда, я на костылях, да, ходила? Он такой говорит, я поехала в Ростов, мне надо там плитку выбрать, либо что. Это в Ахмате было. И что делать? Я столько раз обманул, не помню. Это что за обман? Короче, он сказал, что он поехал в Ростов, в итоге приехал ко мне с таким букетом цветов. Ооо! Спасибо. Это ума. Это ума. Это начало, да? Ахмат, слушай, одна сейчас самая плохая уже мысль. Где я косякнул? Нормально. Я молодец, я пропустил. Я помню что-то, но не помню, что было тогда. Ай, то ли заезды, да, ну что-то не отпустили. Короче, я сказал, что я в Грозную лечу, а я сам приехал домой. А сейчас дарят цветы? Этот. Последнюю неделю нам не дарил, или две. Или три. Я ей дарил деревья дома, чтобы деревья росли, пихты, туи. Ты посмотри на нее. Чебушники. Чтобы она ходила, их подстригала? Я серьезно, я так устал деревья сажать. Я, типа, ты видел, какие камы привозили, их камазами там, этими кранами во двор закидывали. Помогал, все таскал, выстраивал. Ты просто, мне две недели, три недели, наверное, две с половиной. Вот такая башка. Не надо стройкой заниматься, я думаю. Я тоже думаю, может, бани строить, дома, деревья сажать. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Че по Ахмату тебе рассказать? Ты по Ахмату закидывал. Как-то, сколько ты пару лет там был? Год. Год. И как? За 10. У нас был тут Нинахов, и мы спрашивали, он любит танцевать просто? Он со мной был, да. А, тем более, он любит танцевать, а как ты танцевал в Грозном, нельзя же. Он говорит, я закрывал дверь, и такой, типа... А я лезгинку танцевал. Ты видел на лезгинке? Я видел, да. А я не видел, кстати. Посмотри. Покажи. Он не тыщит. Покажи. А ты вот это делаешь всегда на столе. Раз, и вставишь туда, раз. Как глушакотаться и лезгинку. Видео. Да нет, кстати, Грозный, ну, спокойненько. Первое время было тяжело. У нас отношения, да, с Ксюшей. Она в Москве. Хотелось домой. Вообще просто она там уже забеременела. Все, там люди не знали. Думали, у меня там год один плюс один был. Ну, мне все, говорят, приехал ты. А там пандемия, короче, еще что-то. Мне Ива говорит, брат, я тут 9-10 лет. Приехал ты, говорит, наконец-то ты приехал, сменишь меня, говорит, все, я меня не отпускаю. Говорит, ты останешься здесь. Я говорю, да нет. Я говорю, я год, и все, у меня свои договоренности. И вот Олег Иванов мы поясняем для тех, кто... Да, Олег Иванов. И как бы договорились. Андрюха тоже, Семенов, да? Я говорю, не-не, у нас свои договоренности. И еще потом раз я пацанам говорю, слушайте, у меня, Ксюша, все в положении. Я говорю, я... А вот на чем ты съехал. Честно, честно, я не могу, я не могу, короче, остаться. Ну, руководство хотело, как бы я сказал, что я по семейным обстоятельствам не могу, мне надо домой ехать и... Мне представляется, Иванова в этот момент... Блин, так можно было? Да, 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 да. Я могу делать там 6 детей. А так классно, знаешь, как поехать в горы куда-то там, воздух, инжир, когда там, знаешь, у них начинается, приезжает чудак на четверочке, багажник открывает, там дал 300 рублей, сколько, 200 рублей, мешок инжира, да, ну ты просто сидишь его кушаешь. Ну, блин, по-своему, знаешь, как Кавказ, потому что у меня юг рядом, наверное, ну, жарко играет. Гроб к тебе подвинул. Ты на чутки дай. А вам все, я тебе говорю, минус один. У нас минус один. Часто мотался Ксюша из Грозного? Да. Как часто? Один раз вообще, короче, убежал, они до сих пор не прочухали, наверное, сейчас узнают, скажут, как он убежал. Да. Пандемия, короче, все, самолеты не летают, еще что-то. А футболисты нас закрыли вообще месяц после пандемии, еще мы там тусовались. Потом какие-то делали выходные, все закрыто. Я билеты купил и улетел. Я не знаю, как я улетел, как меня не прочухали. Вот, и потом обратно прилетел. Я думал, все, у меня крышка. Сколько у тебя не было? Я прилетаю, мне три или четыре нам давали выходных, короче, и выходные давали просто, ну, блин, меня-то не видно было, никуда вылетать нельзя было. Я прилетаю, там просто, ну, встречают с автоматами, блин, на газельках развозят по районам, короче, тебе куда ехать? Я говорю, в Грозный. Ты кем работаешь, где? А ты же не узнаешь уже? Я говорю, поваром, говорю. Меня везут, короче, привозят в этот, в Грозный, туда, возле прямо гостиницы. Я говорю, а можете вот тут остановиться? Я хочу свежим воздухом, потому что, блин, прикинь, я сейчас на газельке подъезжаю, туда я выхожу, к центральному входу. Я говорю, во дворе остановите просто вот здесь. Я пройдусь, говорю, чуть-чуть пройтись хочу. Так устал, говорю, мне уже плохо. Он открывает, все, выезжает, и все, я такой захожу спокойно. Все, я думаю, мне крышкой. Никто не прочухал, слава богу. Но я тогда, помнишь, когда я полетал, блин. Заранее извиниться не хочешь сейчас? Да нет, а что? Ну, что было, то было. Ну, вон. Потом пандемия закончилась. Пандемия закончилась. 5-6 голов забил. Ахмат остался в премьер-лиге на последнем месте. 5-6 голов забил, Ахмат остался. Слава богу. Для меня задача большая, Ахмат остался в премьер-лиге. Так что я свою лепту внес в тот момент и честно отработал, все сделал с уважением. Нет, по-мужски, по-доброму расстались. Сейчас видел, Ахмат играл, когда у Трамащенко возглавился с Спартаком. Я был там где-то на бровке со всем руководством, увиделся, как бы, никого, никаких обид. Они хотели, конечно, оставить, но я сказал, что... Я не мог тогда сказать, что Ксюша в положении, сказал, что дети, все, я не могу. Надо ехать домой, короче, поближе. Ксюша, романтик он? Был. А, через сколько сломался? До деревьев, до стройки. А тут все уже, да? Я уже говорю, быстрее закончить, хотя я не могу. Чтобы ты понимал, он сидит вечером, у него там вот такая вот подья всяких бумажек. Тут ему это напечатали, тут сюда, это посадили. Как думаешь, куда вот это посадить? Я говорю, ты мне. И он такой, ладно, хорошо, вот это сюда, вот это сюда, я говорю, пожалуйста, занимайся деревьями сам. Такой так, Эвелин Попов. Расставляет их. И он просто потом пересаживает. Было такое, они, знаешь, какие посадили. Отсюда туда. Так, здесь это не то, здесь это не работает, здесь это не цветет, надо сюда. Но промежуток. Потому что солнца нет. Да, 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 нет, серьезно. Я хочу двор, просто знаешь, как-нибудь. А сколько соток у тебя там? 23, не много. Ну, нормально, блин. Нет, 23, но там, да, да, да. Ты понимаешь, у нас человек поехал на футбольный матч Локомотив Рубин, он уже вернулся, понимаешь, он сидит уже здесь. А как они сыграли? Как сыграли? Да, кстати, еще одно интересное. Как? 3-0. 3-0? После первого тайма 3-0 было. А Спартак как сыграл? 2-1 пока ведет. Какой? Пока ведет. А ты болеешь, а Спартак ходишь на матче? Ну, если он сына хочет спартаком назвать. Нет, я не хожу на матче. В честь когниев откуда же знаешь. Я на матче не хожу. И не всегда смотрят. Причем мне еще на матче ходить. Я к вам пришел. С боем, да. С боем. А ты знаешь, когда мне написал сообщение, кстати? Помнишь, ты мне написал, типа, забыл ответить тебе там вот это? Мы закончили снимать подкасты, я подхожу, говорю, с вами Дэн вспомнил нас. Помнишь, Эдуист? Да, 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 да. Это прикольно. Я написал Ксюшу, я Ксюшу встретил лично. Мы прям прорабатывали очень сильно. И что, там такой план был. На самом деле... И мы очень рады, что они смогли. Да, друзья, спасибо большое. И если вы смотрите этот божественный подкаст, поставьте лайк, потому что стоило больших усилий. И денег. 250 миллионов. Обзумите там между собой. Если бы, суки, хоть копейку заплатили. У тебя процент агентский есть какой-то за это? Нет. А у меня? А ты при чем здесь? Я вот думаю... Слушай, агент должен сделать. Агентом? Да. Почему нет? Ну? Ну? А что? У тебя был агент в твоей карьере? Всех девчонок подкрутить под себя и все. У тебя был агент в твоей карьере? Один. Один? Какой у тебя? Он же? Да. Серьезно? А сейчас что, общаетесь? Так, ну, если увидимся, так, ну, плюс-минус, как бы. Ну, как с Каррера, типа... Ну, привет пока. Как с Каррера, а? Да, нет. О, мой капитан. Я спокойный. Ну, он сказал, что это капитан мой. Эль капитан. Не, он что-то еще говорил. Граццо. Не. Краццо. Что-то он говорил. Он намного всего говорил. А у него были смешные установки какие-то прикольные? У Слуцкого, говорят, смешные были, когда он цитировал какой-то фильм, и все такие, чувак. Ну, мы смотрели этот фильм. Типа, это странно. Блин, я не помню, так было. Это было, скорее всего, в ЦСКА. А, в ЦСКА? Может быть, в ЦСКА, может, в сборной, не помню уже. Рассказывали, кто-то футболист. Он какой-то фильм прям цитировал, и все такие. А у Каррера было что-то такое? Слушай, ну, у него эмоционально было. Это подходило команде. Надо было встряску какую-то делать. Он эмоционально. Мне кажется, он похож на Григоряна. Он импульсивный. Да нет. Нет? Григорян пожестче, мне кажется. Это такое адекватнее. Вот, ну, давал установки, я имею в виду. Просто, как бы, знаешь, интонация. Я думаю, что, знаете, как даже больше, наверное, от переводчика переходило. А-то переводчик хороший был парень, кстати, я помню. Да нет, он нормальный, Артем, Артем его, по-моему. Да, он к нам тоже приходил как-то, да. Этот, да, Фетисов. Да. Вот, и он нормальный парень, как бы, просто если вот есть переводчики, которые там, ну, здрасте, до свидания, так и выйдешь на игру. А тот, знаешь, как бы, он хотел передать интонацию, вот эту вот всю, может, даже Каррера что-то говорил, он даже дополнял. Он просто сам еще болельщик Спартака, это важно. Да, он болельщик Спартака, там это, ну, я не знал, что он болельщик. Да, да, да. Если честно, что он там болел когда-то за Спартака, может, он стал после чемпионства болеть за Спартака, хрен, я не знал, честно. Я вот реально потом узнал, что он там с болельщиками дружит. Ну, это понятно, что там все начали дружить из-за Карреры, это вся компания. Пиар-ход этот весь был. Вот, а так вот, что было, доску там ударил, я помню, как он с Томском. Блин, мы там 0-0 играем с детьми, и после этого на следующий день мы стали чемпионами. Томск не могли обыграть, Томск разваливался, детей дубль выставили. Мы первый тайм там Авату катали, как говорится. Там играли? В Москве. В Москве? Да, и мы в пенальти забили, как раз заработал пенальти, и упал, ну, реально там ничего не симулировал. Первый пенальти, мне кажется, вообще в карьере заработал, который, блин, вот, упал, и мы выиграли. И тогда я написал, не будет фото, потому что безобразно играли вообще. Знаешь, вышли на таком аллюре, на таком пафосе, таким, основным составом, там, все вот так как бы, ну, сигареты, там, дубль вышел какой-то. Они еще три раза контратаку убежали, там, не забили, блин, просто. Так это самый страшный соперник. Да, да, да. Шуть. И мы потом выиграли этот матч, и «Зенит» на следующий день проиграл, и мы выиграли чемпионство с 7 мая как раз, а 6-го играли, блин. И никогда не забуду этот матч. Я думал, блин, сейчас, а у нас вообще не шло, у нас, нас кто-то хлопнул, с кем-то в ничью сыграли, что-то мы посыпались. Зимой крылья еще вообще вынесли там. Четыре нам закинули, Ростов четыре закинул, по-моему. Но это потом мы выиграли, Рубин, да, Рубин мы потом хлопнули. Ну, короче, ну, какие-то были матчи такие. Вот то, что ты говоришь эмоционально, я думаю, что от людей зависит. Если это русский человек, и он говорит, это одна история, а если тренер иностранец, то зависит много от переводчика. Но ведь ты говоришь, что у Карреры дальше не получилось нигде. Это вот из-за того, что и команда подобралась, и у него так... Это я уже не знаю, почему у него не пошло, потому что... Нет, я имею в виду, что вот все сошлось прям. То есть тренер иностранец, казалось бы, типа, они особо ничего не выигрывают, никак не приживаются, потому что не понимают менталитет. А тут как будто бы и банда взрослых, и какие-то легионеры подъехали. И он тут случайно вообще оказался помощник, его хотели пару матчей. Я думаю, больше зависит от игроков, от команды. Да, там такая история была, что Титов и Оленичев собрали эту всю компанию, да, как бы игроков. И вот этот весь дух, наверное, спартаковский, победный, они собирали команду-коллектив. Когда собрали это все, где-то мы, наверное, не доработали физически на сборах. Я на это склоняюсь. Ну, честно, при всем уважении к тренерам по физподготовке и еще что-то. Да, ну, методика разная бывает. Она могла там дальше показать результат, но вначале мы не дали результат, их убрали и пришел... И самое главное, что, я думаю, много сыграл, да, там, Пилипчук, как я говорил уже, сыграл тренер по физподготовке, да, карьерная работа тоже, безусловно, сыграла, потому что он ее взял у Конты, как он говорил, что Конты по этой системе работает. И здесь реально все, что нужно было футболистам, вот это все сыграло. Там, бега, фольтреки, сила, тренер по физподготовке свое дал Пилипчук. Это все в совокупности, вот так выстрелило просто, и все. Следующий год она поменялась, потому что пришли вот новые специалисты, допустим, они вот тут лыжники, блин, там, тренер детской спортивной школы, ММШ-ники, да, они пришли, как бы, да, и девять, там, сколько, травм, шесть крестов. Оно же, ну, до этого же не было ничего, значит, тренировочный процесс поменялся. Потом их отодвинули, опять результат, 18 игр без поражений, по-моему, там что-то еще. И это все вот так вот в совокупности работало и приносило результат. А потом опять начались игры какие-то, ну, и не попали, мы в Лигу чемпионов в конце. Отодвинули там ненужных, вот, посчитали так, и все, и минус там, сколько, 17 миллионов евро давали, еще что-то, но оно работает вот так. А про Пилипчака расскажи, потому что очень многие его, как, превозносили, говорили, что, типа, очень большая заслуга в чемпионском Спартаке именно его. Его хотели чуть ли не главным тренером потом ставить. То есть, а вот широкой публике вообще неизвестен этот человек. Что он там реально делал, почему его считают таким классным? Слушайте, ну, человек опытный, да, сам играл в футбол. Хорошая тактика, да. Тренер анализировал игру, много делал теоретических занятий, проводил, ну, да, все, наверное, теоретические занятия, потому что Карера вообще не разговаривал на теории, его не было. Ну, это все знают, вся команда подтвердит пару раз. Когда Пилипчук болел, он делал, ну, и как-то не так это все, как-то, знаешь, как бы он не так доносил, как Пилипчук. Вот. Тихие, спокойные, уравновешенные. Чисто, знаешь, вот аналитик, такой тактик человек-тренер. Вот сейчас он где-то там работает, я не знаю, в Словении, в Словакии. А он на состав влиял? Конечно, безусловно, но они принимали, я думаю, вместе решение. И Хави из подготовки тренера влиял, как бы, ну, смотрел физические дань, сейчас в Рубине, да. Я с ним работал очень. Хороший парень вообще, просто золотой. Я бы, честно, был бы тренером, бы главный, я бы Хави вообще взял бы себе. Ты же мой главный тренером. Ну, вот он у меня и будет, если я буду. А помощника какого возьмешься? Помощника. Помощника? Да, ну, реально. Ну, на меня начнут обижаться. Ну, одного из, это точно Ещенко. За сплошение коллективов. Все, о других я не буду говорить никого. А мне много и не надо. Еще одного и все, больше не надо. Ну, а ты какой будешь тренер? Ну, типа, ты анализировал? Мотиватор или вот этот тактик, который будет по-своему теории? Мне, который в плане будет отходить. Очень неплохо. Тренера надо, ну, игрока в себе сначала убить. Но мне кажется, я буду как плюс-минус Карпин. Такой харизма его... За режим, за все. Ты за режим? За все порой. Собственно, мое лицо, пожалуйста. Мне серьезно? Ну, честно. Ну, мне нравится его подход к делу. Мне нравится его, там, харизма. Как он общается с футболистом, что я сам с ним работаю. Нет, у него методика хорошая. За вес, за это, за то, блин, физические данные, там. Мне нравится. А не смущает, что он вообще никогда ничего не выигрывал? Кто? Карпин. Типа, у всех говорят, что он такой классный, 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 классный. А я думаю, он выиграет. Да нет, я тоже думаю, что он выиграет. Но когда-нибудь точно выиграет. Но, типа, уже сколько лет-то? Он же больше, там, 15-ти тренирует, да? Или, ну, допустим, даже 10 с небольшим. Да, в Спартаке. Давайте объективно в Спартаке работать. Там, в Ростове, при всем уважении к моей родине, клубы, да, как бы... Подбор игроков. Это подбор футболистов. Ростов работает, мне кажется, больше сейчас, ну, плюс-минус на все это. Они в серединке там держатся где-то плюс-минус вверху. На продажу футболистов. Они играют. У них есть мысль, идея. Подбор игроков собирает. Но свои, наверное, задачи у клуба просто, ну, блин. Понятно, они хотят выиграть. Ну, в любом случае, ну, если хотите выиграть, то тогда надо, чтобы у вас был Газпром-спонсор, и купить... И в той сумме про дом надо чуть-чуть рисовать, чем... Трех-четверых купить, там, вперед, пятерых, да, которые будут по году делать. А так, ну, я вижу, как бы, я хотел бы вот примерно вот что-то в таком плане быть. А ты сейчас следишь за Спартаком? Слежу за всем чемпионатом. А вот как раз взаимоотношения сейчас команды, тренера, как ты это видишь? Там как будто тоже какое-то напряжение существует прямо сейчас. Ну, слежу, я был в этой ситуации. А ты общаешься с игроками, с кем-то, кто сейчас играет? Они делятся с тобой, или ты им даешь какие-то цели? Есть, общаюсь, не буду говорить, знаю все, что происходит, по-другому комментировать не буду. Это жизнь, это жизнь, надо перетерпеть, наверное. Да, Саша Соболев, надо перетерпеть. Просто ничего страшного. Знаю, что происходит, все прекрасно понимаю. Ну, чем закончишь, по-твоему мнению? Власть меняется? Власть, ну... До Нового года нет, я думаю. Ну, понятно. До конца сезона Абаскаль не доработает. Ну, просто да, нет. Я не знаю, я думаю, что должен доработать. Это будет правильно, объективно и логично. Просто со стороны структуры клуба. Мне так кажется, а вот остальное, блин... А кого стоит? Если только Гуфакова поставить. Сейчас хуже не будет. Так, ладно, все, я думаю, надо заканчивать, да? Давайте... Да нет, давай еще. Про сборную вообще ничего не поговорили. Кстати. Остаемся. Конечно, давай еще про сборку чуть. Мне кажется, честно, вот по ощущениям, по ощущениям, мы еще и детство не закрыли нормально. Есть ощущения, да? Его не отпустило мне. Потому что мы где-то до 14 лет остановились, а то, что с 14 до 18 было, мы как-то не затронули, да, детство? Да. Ну, давайте, погнали, про сборную. Ты помнишь, что я первый вызов сборную? Да, после Москвы как раз, когда забил, когда красные буты, ты говоришь, в пумовских играли. В пумовских, как я их помню? Да, ну, пума я их была, да. Он загибнул, блядь, эти... С резиновым носом, да-да, в Африке тогда они как раз... И где тебя застал вызов в сборную? Да нигде, с Москвой отыграли. В бане. На классе ты сидел? Второй подход был. Встреча пусырьков была с аноклассницей в бане. Сидим такие, типа. Так. С Москвой забил гол. Ну, блин. А тренер кто был в сборной? Фитинг. Фитинг, да? Да, да. В 2008 году отыграл матч. Приехал домой к маме только. Реально, там зеленый борщ мама только налила. Все, как бы я... Кстати, любит его. Дома, все. Борщ? Зеленый, зеленый. Да. Да, и этот... Звонок от Бородюка. Давай в сборную. Я говорю, блин, я только приехал. Я только суббилил. Я только у Миллера. Я только... Я сегодня могу. Мне угли надо. У меня-то еще угли спи***ть. Печку рожить. Какая же в сборную? Уже газ был. Водой все, меня в сборную, короче, вызвали. Я приехал. И все, и понеслось потом. О, отыграл. А что, парень? Просто зеленый борщ, это что? Щевелевый. Щевелевый. А, ну все, у нас просто щевелевый. Ну да, да. Это умеешь? Умеешь? Все, самое главное. Она готовит? Она готовит дома? Я же... Мне не готовят, кстати, дома практически. Очень редко, раз в неделю. Я? Не-не. Ты когда... Логично. Ты все помнишь? Как он, да, про Буца? Я помню, если твои истории помнят. Потому что я в тот же момент лежала на кровати. Сама сошла, да? А мы вместе плюс-минус прооперировались. Ты раньше, чем я. Нормально соревнулись. Кто раньше прооперировался? Что, Тара, про сборную давай, про борщи? Ну, про сборную интересно. А мы в сборной пересекались, нет? Ну, конечно. Ну, да, конечно. Сто пудово, да. Ты еще в воротах стоял же, помнишь? Да. Отвоевал у Кокорина Джерси. Брат, я честно. Ты мне рассказал в детстве. Я такой. Филимонова одевал. У него навык был. Да, да, да. Я об этом вспомнил. Мне так было плохо с испанцами. Я тебе отвечаю. Мне нам так голову закружили эти все... Кто там, Иньеста, Бускис и все. Ты только успевал. Я в раздевалку зашел. Я в раздевалку зашел. Я чуть не болеванул. Я набегался так. Там еще закрыли этот купол в Питере на стадионе. Все душно. Бегать тяжело. Вообще не знал, что было. Блин. Мы 3-3 сыграли тогда. Почему такая разница? Объясни. Вот ты в чем видишь причину? Че? Ну, разница в футболе, уровень вообще. Знаешь, что самое интересное? Ты смотришь... Смотришь... Интенсивность. Че? Тренировки? Наверное, тренировочного процесса. Подготовлено. Ну, то есть, получается, спорта в Кострома все правильно делает? По факту. Интенсивность есть. Велосипеды есть. У нас есть свои испанцы. Я не в Костроме. Ты смотри. Просто ты смотришь... Смотришь в Испанию. Да, я смотрю. Испанию и смотришь Россию, как играют. По девять, по восемь километров. Но зато на рывках, на спринтах они бегают там, блин, хрен знает сколько. И мы бегаем по двенадцать, по пятнадцать километров. Трусой, да? Монотонные вообще. И мы, оу, сколько километров. А смысл? Просто мяч, одно-два касания, одно-два касания. Ну, ты сам знаешь, что такое. А с ними играть, с испанцами? Мне кажется, просто разный футбол. Вообще другой какой-то. Инопланетяне какие-то. Оснащенные техникой, мечом, всем. И ты только туда прибегаешь к нему. Он там в разтика отдал. Интенсивность чего? Ну, вот мне Ростов, я тебе говорю, почему мне нравится Ростов, как играет. Они интенсивно играют. Ты смотришь на них, они... Я смотрел последнюю игру с Лугмотивом, кстати. Бегают, интенсивно играют, нет? Лугмотив — это просто кодостров. Блин, а вы не устали смотреть? Ты не устал смотреть футбол? Да я не смотрю столько футбол. Сколько ты смотришь в неделю? Вот из РПЛ тура 8 матчей. Он играет. Я играю. Не-не, он смотришь же. Я творю. Просто я уже перестал сказать. Пляжный футбол. Нет такого, что он пришел, такой... Там эти играют, сейчас буду смотреть. Нет такого. Локомотив, мой любимый. Конечно, он такой включает стройку. Посади дерево. Домашние. 3D дерево сюда. Футбол. Пересадка завтра отсюда сюда. Квартирный вопрос. Задыгоняй сирене сюда. Кстати, да. Квартирный вопрос, точно. Какую передачу вспомнили? Вот, сейчас на НТВ пойду еще. Квартирный вопрос. Нормально, нормально. Не туда люди уходили после футбола еще. Бугаев, видели, что у него? Да. Сегодня новости, да. Я, Ксюша, сказал, кто это? Она говорит, что это? Я говорю, раньше играл в Локомотиве. Я сначала тоже. А ты играл в Локомотиве? Да. В 2005 году. А, пересекался в Локомотиве с ним? В 2005, да, был. Что думаешь? Есть у тебя история с футболистом? Кайф думает. Не-не, понятно, что ты думаешь. А футболисты истории были такие, которые вот повернули не туда во время карьеры, ты это видел, а спасти уже было нельзя, потому что мы сегодня с Сабаевым обсуждали это, и он говорит, что в принципе плюс-минус было понятно, что он там типа и прибухивал, и в Локомотиве, и в Томи, и в Торпедо, он тоже с ним пересекался. Ну и как будто его пытались вытащить, но не получилось. У тебя были такие проблемы? Он, кстати, я с ним играл против друг друга еще. Он из Локомотива ушел в Торпедо в 2007. Торпедо было в первой лиге, а я в Иркутске играл против него. Я вспомнил сейчас. Я его всегда с Соломатином путал, знаешь, почему-то не знаю. А, кстати, плюс-минус одинаковая судьба. А если не брать это, Денис Давыдов, ты пытался в целом в Химках его вернуть? Блин, его жалко, если честно. Почему его зачехлили, не знаю. Он скинул 25 или 20 килограмм. Он пришел в Химки. Реально, он показывал фотографии, там вообще ряха вот такая. А, я потерял нить просто после Спартака, он исчез. Да, и он потом в Ореха Зуева у Темы Горлова был там. Он с ним работал, забивал, он все. Мы разговаривали, все. Я переговорил, сказал, что, ну, блин, он взялся за голову. Давайте дадим шанс парню. Всякое бывает там в жизни. Блин, сейчас посмотрите на него. Он приехал на сборы, реально, он там начал полоскать футболистов. Там против него тихий играл, да, капитан, короче. Он просто его там волтузил. Кстати, сын Юрана играл справа. А он слева инсайда такой тоже волтузил. Ну, он просто брал эту бровку и волтузил. Потом его начали передвигать, начали ему позиции менять в опорную зону, еще куда-то. Ну, такое ощущение, знаешь, как бы не нужен был. Блин, и он расстроился, поэтому дали ему шанс, он там нормально играл, все. Блин, у него талант, реальный талант. Все есть. Скинул, все. Ну, блин, не поверили. И мне кажется, его чуть-чуть зачехлили, мне кажется. Ну, подожди, когда в одной команде понятно, когда, типа, уже довольно там 10 лет, все говорят, что он перспективный, но ничего не получилось, значит, причина в чем-то другом. Нет, не кажется? Его зачехлили, потом он опять все потерялся. То есть он психологически неустойчивый в этом плане? Да, да. Да, и просто с ним нужен человек, который будет ему постоянно, знаешь, и подзатыльников давать, и направлять. А если не будет человека, то все, как бы. Как ты ему помогал? Да никак, я просто поговорил с руководством, чтобы дали шанс. Ну, блин, бесплатный. Есть талант, на тренировки, прошел просмотр, сборы прошел, да, его подписали, все. Блин, в одной игре дали шанс, там, Таймс играть. Ну, мы 0-0, по-моему, сыграли. Ну, а зачем чехлить игрока, которые в порядке возят? Не знаю, почему. Ну, блин, ты знаешь, политику российского футбола, что надо привести, наверное, своих каких-то еще кого-то убрать, купить, продать. Это же бизнес, футбол это большой бизнес. Но ты когда будешь тренером, так не делай, ладно? Ты будешь первым, который так не сделает. Скажешь, будешь принципиальным, там, в пятой лиге, но честным. Это как этот, честный, да поясни, в каком сериале, помнишь? Нашараш. Честный тренер. Кельняшки сидит. Деревья покачаются, как с луцки обратно. Да-да-да. Эту систему не переломить, мне кажется. Звучит так себе, если честно. Ну, ладно, таков российский футбол. А глядываясь на свою карьеру, что бы ты поменял? В себе? Ну, в целом, может быть, перешел бы куда-то раньше. Может быть, куда-то не перешел. Там, согласился бы на что-то. Ты знаешь... Мне кажется, у него все нормально. Я вообще, у меня все идеально сложилось. Я счастлив в своей карьере. И мне вообще... Ну, то есть ты мечтал закончить Спартаке Кострома? Нет. Ну, блин, это понятно, что сейчас на данный момент. Я вообще, это игрушки, как говорится. А так, вообще, глобально я счастлив в своей карьере и... В своей жизни. Прикинь, тебе сейчас придет предложение Спартак, Зенит и ЦСКА. Конечно, Спартак. Локомотив. Спартак? Конечно. Из всех этих. И неважно финансовый вопрос. Пофиг. Подожди, Локомотив, Зенит, ЦСКА. Я даже бесплатно поиграю. У тебя же были детские футбольные мечты. Да. Спартак. Спартак. Это все. Но, типа, дальше еще не было. Предложения за рубежа были? Да нет. У меня было, когда мы были... Помнишь, Елизабетта делала сбор... А ты, наверное, в 2009 году или в 2010 год? Ну, я с Лацио мы были в Риме. Мы тогда играли с Лацио, и вот тогда только какой-то было там разговоры, там, по-моему, Инзаги, кто-то тренер был, по-моему, или брат Инзаги, что-то такое. И в 2009 году вот то, что Лацио только вышло, там у нас был селекционер, не помню, что собирал эту команду, короче, еще что-то, что они вышли, они официальное письмо вроде написали, еще что-то, такой план. Вот только тогда был вариант. Ну, они там что-то дали слезы какие-то, и не было смысла. И в тот момент, через год... Дали теперь или клубу? Нет, клубу. И через год там «Зенит» еще больше давал. Я знаю, что «Зенит» хотел, потом еще в 2011 «Зенит» хотел. Сто процентов, знаю, что вот. И в 2013 уже и «Зенит», и «Спартак», им надо было выбор ставить. Или туда, или туда. Я выбрал. То есть «Зените» больше денег предлагали? А до этого даже не доходило до этого. Ну, я думаю, да. А потом еще, кстати, из «Локомотива», когда «Анджи», «Анджи» было. Кокору, всех вот этих взяли. Чемпионская «Анджи»? Тоже, да, да. А тебя не звали? В «Анджи» нет. А тебя одному не позвали? Я знаю, что... Да. Молодец. Мне Гарик рассказывал, Денисов, то, что они вместе, там, по-моему, Гарик, еще кто-то, кто-то мне говорил, что хотели туда в этот «Анджи». Ну, там что-то там ни писем, ничего не было. Я так понял. Фиг, вы думаете, не надо. Да, там просто так договаривались, мне кажется. Просто так толпой поехали, пачкой. Там же и Кокорин поехал, и из «Динамо» куча людей поехал, которые не сыграли матч, и просто потом уехали обратно по своим другим командам. Ну, да. Так, Ксюш. Что-то вечерело, нет, мне кажется? Последний вопрос. А у тебя были предложения? Какие? Заключительные? Какие? Заключительные. У тебя были предложения из Европы? Возможность уехать куда-то? Нет. А ты хотела сама? Да нет, наверное. А сейчас, если поступят? Ну, во-первых, что? Если поступится за рубежа предложение. Я даже из Москвы-то не уеду. Ну, а вдруг? Реал соседат, не знаю, куда-нибудь. И что я? Она из Москвы не уедет. А, ну, с ним точно. У меня семья так хорошо. У меня там дубы. Там деревня простыба. Уедешь, сына спортаком назову, понятно? Тут я тоже не уехал бы уже никуда. Ладно, если завтра придется карьеру завершить, ты сочтешь ее... Ну, просто по любой причине, просто от какой-то несуществующей причины, ты сочтешь ее удавшейся? Я думаю, да. Я думаю... Давно пора, да? У нее титул больше всего в премьер-лиге некоторые поболисты. Мне кажется, про Глушакова уже ходит, что, типа, вот сервант, там, с достижениями... Уже все, сервант отпадает, брат. Там, типа, две медали, и давай сомневаемся с жены. Да-да-да, я говорю сервант, она за сервант отвечает, реально. Сервант отпадает, чемпионство было. Следующее чемпионство, когда тренером буду Спартака. Все. Красиво. Ну что, увидимся тогда, во-первых, в Миллерово. А второй раз увидимся, когда на стадионе будут вручать, и выпьем, отдохнем, классно проведем время. Надеемся, это случится. А до этого времени не будем видеться, да, ты хочешь сказать? Что, что, прости? До этого времени не будем видеться. Нет, нет, зачем? Мы будем в ежегодном турнире, я буду ведущим, ты будешь... Просто здесь программа заканчивается, я же вам сказал, когда я на программу прихожу, она закрывается, прощаться... Ну подожди, еще в Миллерово съедем, а потом закроем. Пожалуйста, мы еще хотели этого снять. Кого? У вас есть еще месяц. Месяц есть у нас? Футболистов? Да. Давайте по-быстрому договоримся со всеми, с кем хотели, просто и снимем, потому что дальше ничего нет. Кого еще в последний интересного? Ей еще был? Ей еще не был. Ну, мы говорили об этом. О чем? С тобой говорили, что ничего не надо. А он точно придет, расскажет? Ну, может. Договорись, пожалуйста. А он нормальный, че? Так копейку давайте. Ну а мы кто-то давали? Че, копейку давайте, а что нужно? Да, настолько в ЦСКА все плохо с деньгами, друзья. Копейку давай. Тут уже люди зарабатывают агентской деятельностью на программу. Так я ее воспитываю сейчас, под агентом сказал. Агентом становится, женский футбол под себя подминает, и все, и пошли, поехали. А что нет? А так этот бизнес будет? Или не ноготочки? Я просто не понимаю. Ноготочки. Она просто говорила, какой-то бизнес, бизнес мы потом расскажем в следующем году. Он такой, так она агентом будет. Уже все, спалил всю контору. Это потом. А, понятно. Сначала бизнес, потом агент. Ладно, разберитесь там, пожалуйста, в семье у себя. Приходите к нам еще раз, потому что мне очень понравилось, друзья. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое за приглашение. Да опять ты не хлопаешь. Похлопай, ты пожалуйста. Что? Дим. Две руки вот так берешь? Диме Тарасову похлопаем, чтобы у него продался дом. Да. Бегущая строка. Пожалуйста, хоть кто-нибудь. 250 миллионов. Всего-навсего. Могу 20 скинуть. Погнали. 5% Ого! Обязательно. Это Paradise. Какое еще-навсего. Спасибо. Какое-навсего. Субтитры создавал DimaTorzok